Люди, к которым актуальна эта тема, тоже могут обратиться. То есть, такая проактивная позиция. Ну и последнее, это практика эмоционального нетворкинга. Вот был сейчас прям мастер-класс на эту тему. Что здесь имеется в виду? Мне кажется, что движение с людьми классно происходит, когда мы выходим на какой-то более глубинный уровень общения. И действительно, не исходим из того, что я кто-то, а исходим из того, что я много кто, я человек, я что-то чувствую, у меня есть какие-то интересы и так далее. И мне кажется, важно не бояться людям спокойно и открыто так же говорить о своих чувствах и о том, что тебя сейчас волнует в моменте. И предоставлять таким образом больше возможностей для взаимодействия. На моей практике самые классные проекты, самые классные какие-то знакомства и взаимодействия рождаются именно в момент эмоционального нетворкинга. Не когда ты себя продаешь и говоришь о том, кто ты есть, а когда ты вообще просто делишься с человеком чем-то, что тебя сейчас увлекает. То есть тем, что вызывает в тебе сильные эмоции. И на почве этого эмоционального контакта, когда ты видишь, что ему тоже интересно, что-то получается. И, наверное, еще один классный вклад, который можно сделать, сообщество, вот тоже опять же, быть в рамке вот этого «ты мне, я тебе». Когда ты с кем-то ознакомишься и тебе кажется, что вот в этом нет никакого для меня никакой выгоды, этот человек мне неинтересен и не может быть ничем интересен, это большое заблуждение обесценивать это общение. Потому что, как минимум, если ты постоянно практикуешь нетворкинг и знаешь много людей в сообществе, то очень большим вкладом может быть знакомство этого человека с тем, кому он может быть интересен. И таким образом это тоже такой социальный капитал, который ты копишь. В плане того, как интегрироваться в сообществе, я предлагаю, кому интересна эта тема более глубоко, я предлагаю две очень небольшие и простые книги. Она называется «Новая власть» и посвящена тому, как в мире ВЕП 3.0 устроено взаимодействие между людьми и на что это влияет. И вторая книга «Я обещу в себе» — это «Черный Тан» — это человек, который выстроил новый уровень взаимодействия в командах в Google. И она как раз помогает понять, как через собственное развитие можно общаться с людьми. Ну и, собственно, тоже важный вопрос, который я добавила в конце — что если там, где я сейчас, вообще нет ценностных сообществ. То, что я вижу сейчас во многих городах, что люди просто объединяются по принципу принадлежности к русскому языку. То есть мы все говорим на русском, поэтому мы создаем чаты, где там решаем какие-то вопросы, как куда, что продать, как найти жилье, как переехать, как получить ВНЖ. И это, конечно, не сообщество, это просто группы. Но пока так, пока во многих городах и странах именно так. И что, мне кажется, здесь можно сделать? Во-первых, в этих чатах можно манифестировать свои запросы и свои интересы. И если вы там увлекаетесь джоу-джитсу, то заявите об этом в этом сообществе и найдите тех, кто тоже увлекается джоу-джитсу, объединитесь, и вот уже микросообщество любителей джоу-джитсу по интересам будет собрано. Также есть вариант вступать в глобальные сообщества, то есть использовать какие-то ресурсы больших сообществ, которые есть в разных городах и странах, или есть онлайн, и развивать локальное сообщество. И, собственно, самый сложный вариант – организовать свое собственное сообщество. Ну или вот еще один возник у меня в процессе вариант – установить приложение Presence и хотя бы точечно общаться с людьми и искать своих там. Что мне еще кажется важно добавить? Сейчас у нас там будет скоро перерыв, да, там мы все будем общаться друг с другом. И мне кажется, что важно вот опять же выйти за рамки того какой-то одной своей роли, да. Вот тут был вариант, типа когда я на какой-то конференции, я вот одну грань себя представляю. Мне кажется, что наоборот нужно создать, представить свою самопрезентацию как облако тегов, то есть максимальные какие-то вещи, которыми вы увлекаетесь, да, вот как описание там, опять же, какой-нибудь социальной сети. Чем больше тегов, тем больше точек взаимодействия вы даете другим людям. То есть, соответственно, да, там если, не знаю, я буду рассказывать про себя, то я могу сказать, что у меня агентство контент-маркетинга, я там занимаюсь маркетингом. И все, если человеку это неинтересно, то как бы мы и дальше не пойдем на глубину. Я могу там пойти дальше, сказать, что там я еще увлекаюсь самопознанием, психологией, практикую йогу, у меня есть опыт там йога-тичерства, мне интересен mental health и интересны mental health проекты. Могу пойти дальше, сказать, что там я проехала Индию с севера на юг с рюкзаком одна за три месяца и вообще обожаю нестандартные путешествия и уже больше, да, там, какого-то взаимодействия. Могу сказать, что я нашла там мужа в сообществе, там подойдет и скажет, слушай, а как найти мужа в сообществе, расскажи, это уже интересно. Вот, то есть здесь как бы важно как можно больше дать им угодно к человеку и, собственно, этим пользоваться. Поэтому я предлагаю каждому из вас подумать над своим облаком тегов и не бояться говорить, что ты много кто, а не кто-то конкретный. Вот, ну и, собственно, для себя из... Я тоже столкнулась с тем, что здесь пока нету каких-то сообществ активных в Турции, в Аланье, их мало. И для себя я выбрала то, что я развиваю локальное сообщество Кигай. Здесь, в Турции, вот буквально в конце октября мы провели ивент в Анталии без анонсирования, собрали 40 человек. Я увидела 40 пар голодных глаз, которые просто накинулись друг на друга в акте общения и нетворкинга и поразилась, что людям ничего не надо, кроме как дать им место, где они смогут это делать. Вот, у меня все. Если есть вопросы, я буду рада на них ответить. Если нет, то спасибо, что послушали. Про какое? Про Кигай. Про Кигай – это сообщество большое, глобальное. Его организовал Паша Кигай. Изначально было сообщество IT-предпринимателей, сейчас сообщество предпринимателей, стартаперов, специалистов из разной сферы. И главная его цель – это интернетворкинг. То есть главная его цель – это объединить людей со схожим подграундом для создания каких-то новых своих проектов, для партнерств и так далее. И я абсолютный аббасадор этого сообщества, очень рада, что в нем состою. Но можем пообщаться, там еще за кадром подробнее расскажу, что это мне дало. Да? Да. Ну вот, например, есть сообщество Digital Nomada в сменах. Да? То есть это не сообщество по интересным, это сообщество ценностное. В основе его лежит идея, что можно работать и путешествовать одновременно, перемещаясь помилок. То есть иметь большой уровень свободы. Свобода – это точно ценность. Для многих людей базовая. И, соответственно, вокруг этой ценности строится сообщество. Ну, если я тут пример такого чисто ценностного сообщества, если там, мы говорим, ну, то есть как здесь можно судить, да, то есть если это там сообщество людей, которые путешествуют по Латинской Америке. Вот это, скорее всего, по интересным сообществам, потому что им надо понять, как решить свои прикладные задачи в Латинской Америке. А если мы говорим про Digital Nomada, Lifestyle, то это уже как стиль жизни, и поэтому это ценностное сообщество. Спасибо огромное. Очень ценно, очень интересно. И равно приглашаем следующего спикера. Ребят, у нас есть самый обычный метап, поэтому вы знаете, что можно встать, подвигаться странно, поддевать, потрястись, преодолевая сопротивление и смущение, потому что, ну, долго сидеть, мы теряем концентрацию до перерыва, еще три спикера. Там у нас что-то, у нас стол на нем что-то лежит, да, где стоит. Вадим, там есть еще, да? Не знаю. Я немного выпил, если что, да? Холистический металл. И мы сейчас приглашаем Ангелину, Ангелину Лазутову, она создала комьюнити Breakfast Club, о котором она сейчас расскажет, и у нее много других проектов, она диджитал-маркетолог, методолог, наставник, основатель комьюнити, как я уже сказала, The Breakfast Club, и менеджер инвестиционных проектов, решает, мол, что Дубай, Кот, Сейф, Сири, Бахай, Мокс. Right? Yeah, awesome. Да, и я передаю тебе слово, скорее идите сюда, и... И как же здорово, что наши спикеры приготовили презентацию. Спасибо огромное. Спасибо, асистема. Всем привет. Привет. Я тоже голодными глазами на всех смотрю, и, боже, давайте все общаться. Спасибо, да, так. Вадима, ты мне поможешь? Вы меня все увидели. Спасибо. Как раз-таки у меня пример ценностного сообщества, которому уже 5 лет. Я его создала, когда выпустилась из университета. Сразу начала такую активную работу МНЭ юриста. И в общем-то в университете у меня была постоянно какая-то движуха, огромное количество новых людей, какие-то новые впечатления и так далее. А тут какая-то достаточно активная работа. Это был интересный момент, но все равно я поняла, что я голодна по каким-то абсолютно странным и новым знаниям. Кто-то хочет такой неровный сердце продевать. Ну и плюс столкнулась с проблемой, что я не успевала видеться со всеми своими друзьями. И все начало с того, что я просто начала собирать друзей на завтра. Говорила, давайте, мы супер заняты, но мы ложимся вместе встретиться и сейчас и позавтра. Ну, потому что как-то всем очень понравилась эта концепция. Друзья начали вызывать своих друзей, как-то что-то. И вот у нас уже в 5 до 30 человек. И со временем просто появились секции, которые стали таким гравитационным полем для общения. Вообще потрясающая идея заходить в какой-то эмоциональный, да, на дворчик. Об этом я тогда не подумала. Я решила, что, боже мой, вокруг меня столько интересных людей. Потому что я еще заканчивала на него, и это были люди, которые впоследствии там начали различаться по разным странам. Потрясающие и интересные идеи, да. Ребята, которые готовы рассказать какие-то нюансы того, что происходит сейчас, не знаю, в Индии, почему-то пластиковые дороги. Или там, что происходит в Кирии, или там, в Тегеране, в которые они сами ездили. Вот. И потом как-то я встречала интересных людей и думала, блин, пожалуйста, давай, пойдем, пойдем на дворчик-класс и нам это расскажешь. И на самом деле это по итогу стало не столько потрясающей площадкой для меня. Она реально существует до сих пор. И вот до сих пор приносит мне огромное количество вообще ресурсов, счастья, людей. Потому что по итогу, не знаю, даже самые близкие друзья, которые у меня есть, это те, которых вот когда-то просто за ручку привели в Брак-класс-класс. Это, безусловно, такое расширение кругозора. Потому что я в этот момент просто ловлю себя на мысль, что, боже мой, откуда я это знаю? Потом я понимаю, что, а, да, тогда-то будет какой-то стрипер у нас, который нам это рассказывал. Круто! И при этом, при всем, что я еще заметила, в том, что я гоняла юристом, одни и те же, так скажем, все эти нейроды свои, я поняла, что я отдыхаю, когда говорю вообще о чем-то другом. То есть, если это даже ядерное разрушение, то мне кайфово, потому что я сейчас вот поэтому все погрузилась, и я готова к этому все говорить. Это какое-то ощущение безопасности для меня, потому что вот это состояние, когда ты можешь в чат написать любым вопросом себя здесь. Это когда ты можешь, ну, встретиться и тебя поддерживая. Это абсолютно вот это вот ощущение того, что у тебя большая-большая команда. Ну и в целом, соответственно, у людей есть вот это вот желание быть частью чего-то большого. Это такой один из основных наших зрителей. И, ну, по-моему, это очень классная такая наша особенность. Что касается того, что я говорю, что это поддержка, я ее, конечно же, ощутила в громадной степени после всех событий. И тогда у нас начало приходить просто реформное количество людей. Я такого просто не видела. Я думаю, боже мой, ребята, ну, то есть, ну, вот в Мадо-кафе нам приходилось вот эти вот столы все расширять. Мы делали какие-то буквы Т, буквы Г. В общем, формат такой, мимо свадьбы. Я была в шоке. Но людям реально нужно было с другом общаться. И разговоры какие-то стали более искренними, какие-то более открытые, как-то более уязвимо. То есть, поначалу после университета, потому что все казалось, нам всем казалось, какие мы крутые. И впоследствии как бы этот тренд, уходив уже в кончик. То тут это просто, ну, это интересно. Очень интересно, потому что сразу люди начинают говорить про эмоции. Я там, будучи юристом какое-то время, да, я немного, ну, скрывала и не говорила о том, что, например, я тащусь от психологии или каких-то там исторических шуток и так далее. Мне было про это странно говорить. Вот, просто странно. Казалось, что это какая-то разметаловка непонятная. А теперь я сейчас живу. Вот, как хорошо. Вижу проекты, которые появляются. И вижу, что научные знания и то, что я себе вот этого всего откладывала и так далее. На этих людей есть большие вопросы людей. Фотография 25 сентября, когда просто какой-то женский клуб пришел. Мы смеялись, что странно. Вот у нас всего лишь трое парней здесь. И тогда пришел мой муж. И у нас была прокурска Китай-города. И я обалдела, потому что я увидела вот такое недопонимание у девушек в глазах. Они начали... Ну, вот мы идем к Китай-городу с инститектором, она все рассказывает. И каждый ко мне подходит и говорит, а что тут делать? Ну, то есть... Потом подходили и говорят, смотри, билеты есть. Я нашла, давай мы сейчас в клубе. И это забавно, но просунка отменилась. Еще-то мы пошли в кафе. Нагуглили билеты и купили билеты моему мужу. Он впоследствии улетел на параклайнер ДК. Мы вначале были водить болезни. Теперь летаю здесь, в Алане. И вот как раз полеты наши. И я, так скажем, оказалась в таком комьюнити параклайнеристов. Брестус-клаб здесь осознала не сразу, но это было круто, потому что я, если честно, не испытала этого стресса переезда. Я не очень сильно почувствовала вообще, что что-то кардинально не изменилось. Может быть, еще спасибо цепологу, но, мне кажется, комьюнити и вообще-то эта параклайнерная часовка супер сильно поддерживала. И сейчас я прихожу просто в кафе, знакомлюсь там с людьми, и я понимаю, что не у всех такая картинка. То есть кто-то растерян, кто-то говорит мне, боже, я так скучаю по своей квартире. Я так хочу вот просто встретиться со своими родными людьми. Я хочу этот холод, снег и так далее. А я понимаю, что я счастливчик, потому что, ну, у меня нет этого состояния совершенно. Мне кажется, что я просто с собой вот так вот в Москву приласкиваю, и мне стало от этого легче. И несмотря на то, что, ну, они все готовы летать на параплане, да, и то, что есть люди, которые думают о своей жизни, я поняла, что все. Это вот узнать того, что надо немедленно делать прессов-клаб здесь, и делать его уже спектором, но, может быть, вот этот вот, как раз таки эмоциональный диалог, поговорить про свои чувства, где-то я вот хочу свою психологию в Москву привести, чтобы она что-то нам провела. Ну, то есть какой-то, я думаю, будем идти в глубину. Однозначно. И у нас была девочка-нейрокоуч, я просто хотела рассказать, что происходит с гормонами у нас во время встреч, почему они нам очень нужны. Вырабатывается серотонин, который ответственно как раз за такой вот хай, спокойствие, хорошее состояние, да, когда нам классно, что люди есть новые. Дофамин — это интерес, это то, что происходит у меня в коммерции, потому что каждый раз это еще какие-то новые лекции, новые спикеры и так далее. И акситоцит — это социальный гормон, который состоит в доверии и общении друг с другом. И также он вырабатывается во время оргазма. Я подумала, что классно, то, что я делаю, это круче, чем ты. Поэтому, вообще, ребята, это правда, это восхитительное. Хотела рассказать про фишки своего сообщества, что я туда интегрировала и, правда, почему вот каждый член сообщества нашего мы считали себя таким прям почетным проектом с коллайдером, безумно этого кайфуют. Потому что я ввела определенные вещи, которые способствовали расслаблению человека. Во-первых, у нас нет какого-то жесткого тайминга. То есть если у нас, я говорю, что у нас 12 часов сбор, начинается пить, у нас начнется лекция, но мы не будем коситься на человека, который там в субботу тусил, в воскресенье он пришел ближе к двуму. Ну, то есть это норма, он просто пропустил какую-то часть лекции, он сел, ну, хорошо, он доказал тебе код. А нет жестких каких-то фреймов у меня, то есть у нас нет какого, чтобы презентация гонялась по 100-100 раз, и я какие-то высокие требования ставила спикеру. Ну, в 99% случаев я попадаю просто, потому что я вижу, что человек классно, сделает это классно. Мне надо в 100 раз проверять, задавать ему вопросы какие-то, или подтверждать его экспертность каким-то образом. Повторяющиеся места проведения, ну, может быть, это моя фантазия, я просто в один момент читала много курсов про то, как наш мозг функционирует и так далее. Я решила, что нам легче, нашему мозгу легче меньше страдать, и слез придет в одно и то же место. Поэтому у нас две точки были в Москве, в которых мы проводили мероприятия. Как раз только то, что я сделала лекция на мистеркулации как гравитационное поле, просто не все такие экстраверты, как я выглядела. Ну, кому-то сложно подойти и сказать, привет, я геля. Поэтому я подумала, что классно. Значит, мы возьмем какую-то тему, и люди в процессе могут друг с другом познакомиться. Потому что ты задаешь какие-то вопросы, ты все равно раскрываешься таким образом, как ни в руки. И тут я брала как раз так вектор на то, что если я вижу какое-то напряжение или тему схожное, я задавала первые какие-то, ну, глупые вопросы, чтобы люди поняли вот эту планку. Ну, типа, сейчас можно вот спросить вот это. И получается, что это не просто спикер, который там час-два вещает, это лекция. Нет, это больше какой-то диалог. Я проговариваю то, что с спикером, если комфортно, то ты можешь практически сразу задать ему вопрос. И это расслабляет человека. То есть это было феноменально, потому что, ну, ко мне до сих пор с участками говорят, очень хочу тебя провести лет. Ну вот, просто хочется об этом поговорить. Или я хочу, я пока не знаю, о чем, но хочу. И вот как раз-таки, да, про этот расслабленный спикер я в этом моменте... Это еще хотел рассказать. Почему? Почему? Она предлагает поделиться своими контактами. Что я вообще хотела привнести этой речи? На самом деле, какой-то призыв показать вам, что комьюнити сейчас, оно реально может решить ряд задач ваших, да, внутри, и дать вам возможность почувствовать себя как-то комфортнее, спокойнее, увереннее в каких-то местах и так далее. Потому что, ну, правда, это для меня сумасшедшая поддержка. Я вижу, что для многих это так. Вот, в следующий выходной у нас уже есть спикер в Алане. И также просто вот призываю найти какой-то комьюнити, который вам отзывается по ценностям, или создать его самому. Потому что вот пять лет назад я просто поняла, что нет ничего подобного, что мне откликается, или там какой-то вход был большой, да, в этот период был не очень актуальный. Вот, и просто его создать. Поэтому, пожалуйста, либо присоединяйтесь к нам, либо создавайте что-то свое, либо зовите для того, чтобы создать сообщество, может быть, для вас, потому что мне очень хочется заниматься этим, развивать это, и я просто с ума сажу по оффлайну. И спасибо вам всем, что пришли. Это, правда, большая радость. И спасибо ребятам, что это организовали. Вы просто чудо. Вот, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КАСЛИПИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы есть, можно задать fossüchtограмма. О sources. С мутерспортом. Да, я задаю вам слово. У нас еще будет два спикера до перерыва. На перерыве мы продолжим знакомиться друг с другом. Сейчас будет человек, у которого на самом деле все бизнесы про комьюнити. Если на первый взгляд посмотреть, то может так не показаться. Я думаю, это большой такой слой и драйвер успеха этих бизнесов. И я расскажу про последние из них. Когда очень много людей начали перемещаться и потеряли свои привычки, контакты. Переместились в новые города. Я когда еще летал в Вену, встретил там очень много людей, моих знакомых. И они поделились с меня, что они супер оторванные от комьюнити. С одной стороны, не знаю, что очень много людей переехало в Вену. Но не хватает места, чтобы как-то собираться и вообще какой-то повод для общения. Куда-то зайти и можно было поделиться каким-то нефункциональным общением. И я этому другу, а друг он ресторатор, у него было несколько таких веганских мест, известных в Москве. Я ему как раз рассказал про Вадима Матьяш, который оказался тоже ресторатором только в Армении. И построил, на мой взгляд, с нуля самый сейчас такой популярный комьюнити-поинт, точку притяжения в Ереване. Где уже не только, наверное, те, кто переехал, а и локалы, и люди, которые прилетают сейчас, они идут сразу в туф-бар. Потому что там, в принципе, можно и поиграть в какой-нибудь там пьяный пинг-понг. Не знаю, как это правильно называется. Когда ты проигравший пьет. Послушать выступление министра экономики. Сходить на суперпопулярную рок-группу в Армении. И, в первую очередь, это просто место, когда ты такой, окей, хочу прийти и посмотреть, что сейчас там есть за прикольные люди. Потому что, скорее всего, будет интересно с ними пообщаться. Поэтому приглашаю Вадима рассказать, как он это все делает. Дима, прям спасибо. Я бы, конечно, хотел выйти и сказать, что это все так. Ресторатор, бар в Ереване. Но я хочу сказать, я сейчас вот эту штуку убираю. Если что, вы можете пойти и сбежать просто от того, что происходит. Как же, блин, светит эта красная штука глаз. Ну, отчасти, отчасти Дима рассказал, наверное, правду, которая видится один со стороны. И я никогда себе не приписываю никакие деятельности, не заслуги. Ну, давайте в двух словах. Я начну с фразы, которую у нас стендаперы начинают, когда выступают. Айтишники в зале есть, айтишу. СММщики там, ютуберы, вот эти все вымышленные профессии, которые лет 20 назад придумали, но они не настоящие. Сталивары, кузнецы, сталиварщицы, кузнечки, так говорят. А, разнорабочие, разнорабочие есть в зале? Да. Я просто сам себя часто нарекаю разнорабочим, потому что, мне кажется, это максимально описывает деятельность, которой я занимаюсь. У меня есть типа проклятие, оно называется... В детстве занимались аппликациями, и поэтому есть такой навык заниматься... Ну, быстро осваивать какое-то дело, и, в принципе, неплохо его делать. Иногда даже не хуже, чем человек, который приходит его делать. Но есть и другая сторона. Типа из-за того, что ты вписываешься во весь движ, ты рано или поздно такой... У меня просто ни хрена не получается. Мне ребята уже на сегодняшнюю трансляцию говорят, если за 500 долларов дядя придёт и трансляцию вам сделает. Я, конечно, в процедуру пошёл нахрен на тухой. Я сам всё делаю. Трансляция заработала на секундочку пять минут назад, и очень плохо. Это про делегирование. О том, как открыть бары в Ереване, надо сначала открыть ночной клуб в Питере, и заречься никогда не открывать ночные заведения клуба-бары, потому что он просто уничтожительный. Особенно, когда ты вот с этим навыком, классным навыком, я всё сам делаю. Я не буду делегировать, я сам сделаю. Сколько стоит фейс-контроль? Две тысячи рублей в час. Да я сам поставил. Диджей, сколько? Три в час. За что? Ты же просто стоишь и танцуешь. Я сам сделаю. Приходили ребята, говорят, мы мэппинг делаем на стену красивую. Двадцать пять тысяч рублей. Я говорю, чуваки, это месячная зарплата моих родителей. Я не дам вам такие деньги никогда, я расскажу сам. И в какой-то момент ты себя обнаруживаешь, что, типа, стоящий на фейс-контроле, наливающий коктейль, убирающий стакан и мэппинг ещё правой рукой делаешь. Да, и думаешь, что-то я устала почему-то, почему-то ничего не получается. Я очень хочу похолпать людям с таким же расстройством. Вот разнорабочие, любое, слава богатая, что тоже мне это очень хорошо, но очень сложно. Учитесь делегировать. У меня был суперучитель Воргомаркетс, наверное, с ней знакомый, потому что это просто профессионал делегирования. Типа, вы сидите где-то, пьёте чай, и Оля такая, что-то кондей? Можешь кондей поправить? А, что-то телек? Можешь телек включить? Что-то там. Ты просто, ну, тебе в каек, ты вроде помогаешь человеку, но ты понимаешь, что вот это профиль. Это только, ну, типа, в каких-то будовых делах в работе, это просто монстр. Чуть-чуть поднаплотался. Вот как открыть бар в Ереване, надо сначала открыть бар в Питере, закрыть его, пообещать себе никогда не заниматься, познакомиться с Ольгой Маркетс, учиться делегировать, и после этого, в принципе, можно попробовать открыть бар в Ереване. В общем-то, с баром история простая. Я не ставил себе цель открывать бар, я занимался гитарами. Это какая-то моя встречная история, на самом деле, обычная спекуляция, но приукрашенная вот этой легендой типа роб-музыка, гитары. Но проработав в этой сфере лет 7-8, мне кажется, как любой профессионал своего делал, будь то, не знаю, сноуборды, мотоциклы, еще что-то. Хочу сказать на всякий случай, все гитары одинаковые. Берите красивую и удобную. Все остальное, это просто емда. Особенно на старте самое обидное, ты приходишь за гитарой, говоришь, хочу вот эту, тебе говорят, не, у нее, знаешь, дерево плохое, датчики и нити. Ладно, уходишь с некрасивой гитарой, домой и страдаешь. Берите красивое. Красивый сноуборд, красивый мотоцикл, красивые гитары. Берите красивое, вы хотя бы порадуетесь даже, если не научитесь. А если научитесь, вы на любом гавне будете ездить хорошо и играть хорошо. Это просто... И вот, возвращаясь к парту, я появляюсь в Гереване, мы все на очень большом стрессе, на этой общей воле. Удивительным образом, мне кажется, еще приконнектились и гереванские стили. То, что люди там просто готовы помогать искренне, они такие, чем помочь, брат, чем помочь. Это самая частая праздность. Брат, чем помочь, чем помочь. Ты думаешь, какая-то здесь хитрость, меня хотят обмануть. Ты говоришь, ничем. Но потом, когда ты учишься говорить, окей, помогите мне этим, этим тебе реально помогают. И вот, вот эта общая боль. Люди, которые тянутся друг к другу с общими какими-то идеями, люди местные, которые готовы тебе помочь. Собственно, место само, мне кажется, сделало меня скорее, чем я место. То есть я пришел в заведение, думаю, куда бы перевести эти 200 гитар. И такой, о, блин, задний двор, три этажа, туалет, прям там, где надо. Правную стойку сюда разворачиваю. Все, я снимаю это помещение. Мы сняли типа низ, запустились, сняли потом бакьяр, запустились. Потом думаем, не дай бог на второй этаж заедут соседи, которые будут ругаться, что у нас неприятная музыка и неприятные спикеры вроде меня. Сразу взяли второй этаж и все, и сделали. В Ереване есть эта фишка. Вот я думал о том, что, наверное, в Ереване она есть, а где-то ее вообще нет. То есть ты приезжаешь туда, и у тебя есть эффект вот этой новой игры. Когда ты прошел игру, из тебя вроде все шмотки сняли, не знаю, в компьютерные игры играете, бассейн, сапер, из тебя снимают шмотки, но остается опыт. И ты с этим опытом такой, о, я знаю, что здесь делать, я знаю, что здесь делать, я знаю, что здесь делать. Но при этом я думаю, наверное, ребята, которые прибрались в Штаты или в Англию, у них скорее новая игра, но ты вместо джойстика типа на руле должен пройти эту игру. Все в два раза сложнее ты ничего не понимаешь. Но в Ереване есть лайфхак, ты заранее знаешь хитрость. И да, мы просто начали привносить армянам показывать то, что мы уже видели в России, и оперировать это в их среду, делать хорошо, красиво. Но главное, что сработало, что в этот раз я смог отпускать процессы. И вот на этом эффекте всеобщего объединения собралась очень крутая команда. Команда просто, ну, самая золотая команда, которая у меня когда-либо была, потому что это первый раз, когда я собрал команду, делал все сам. Очень просто, все отрываются и все делают. И опять же маленький секрет от Ольги Маркис, волонтерство просто топ. Если к вам в компанию залетают ребята на волонтерстве, это как бы с одной стороны типа, ах, вы какие жесткие, вы просто берете людей бесплатно работать, а потом меняете их каждый день, и у вас все бесплатно работают. Нет, не так. Вы берете людей хотя бы на неделю, на две, на месяц, и если эти люди горят и ваши вообще затеи, и готовы вам отдавать свою силу и энергию, то потом вам просто даете охрененскую зарплату и говорите, чуваки, блин, круто, что вы были сначала и спирит, мы готовы продолжать на очень хороших условиях. То есть наш бизнес запустился всеми вместе, все к этому причастны, и давайте мы теперь делить деньги не так, что всем минималочка, а вот процентиква, процентиква. Чем больше мы зарабатываем, тем больше мы вам отдаем. Да, Дима говорил там и про министров экономики, и про панков пьяных, и, возможно, это был один и тот же человек, и про вот это все, да, все было. Чистая правда. Мы просто в первое время фигачили абсолютно все. Мы хотели разогнать этот паровоз, чтобы его потом просто так оставить в сторонке, и он такой чук-чук-чук-чук-чук. Были детские утренники, панк-вечеринки, ноэс-вечеринки, техно-вечеринки. Мы запускали подвалы, запускали керамические мастер-классы, запускали просто женские кубы, мужские кубы. Мы запустили дейтинг, дейтинг для людей, на него пришло 26 парней, и не от твоей женщины. И мы такие, да, давайте футбол посмотрим, у нас сегодня пиво есть, отлично, погнали. И, типа, вот этот метод проб и ошибок, он, на самом деле, еще прикольный. То есть некоторые концерты мы запускали и видели, что здесь что-то есть, вот так вот с рок-каралоки. Мы такие, разрешим людям петь песни, но только рок, и без русских песен, чтобы это не превращалось в русский рок-каралоки. Их было сначала очень плохо, два человека орали там про Рамштайн, и мы такие... Ну, потом эти два привели четверых, те четверых — восьмерых, потом шестнадцать, тридцать два, и так далее по вот этой табличке. Короче, самая веселая вечеринка. Если открываете где-то бар, возьмите на вооружение. Работы — рок-каралоки, шоу талантов, где любой может делать что угодно, обязательно скотки айтишников, лекции и все такое. В пятницу и в субботу — вечеринки. Это работы. В общем-то, все, ребята, перерыв. Надо срочно пить вино. Я не знаю, с чем еще делиться. У меня был список. Я поделюсь, знаете, чем? Про идею, как прикольно что-то придумывать, и как неприкольно это потом реализовывать. У меня про сегодняшний вид были такие планы, как у нас все стоит в нужных местах. И я там, потому что у меня нет навыка делегирования иногда, я там диджею, делаю трансляцию, там я, если что, встречаюсь, наливаю вино. По факту я прихожу, блин, экран там, комп там, интернета нет. За вином до сих пор не сбегали. Короче, и вот так вот все. Ты такой, а давайте сделаем вот такую вечеринку, там будет это, это. Недавно мы такие, давайте сделаем армянский хаш. Они в Армении, у них есть традиция. Они напиваются водкой и наедаются жирным супом с утра, часов в шесть, в семь. Жестко прям. Просто суп, водка, суп, водка. И ложатся спать. Это же лучший день. Давайте делаем точно такой же. Мы анонсировали, сделали красивую афишу. Такие, погнали. Прошла неделя, ноль билет. Ноль. Я такой, ладно. И вот это так обидно, когда ты, типа, навыдумывал себе, представил, какое все красивое, запустил и не сработало. И, ну, все, на неделю пропадает мотивация. Но потом, само собой, знаете, как-то что-то произошло, ты что-то посмотрел. Ну, ладно, вроде весело. Короче, хочу всем пожелать, чтобы вот что-то придумывали. И потом вам хотелось это реализовать, прям реализовать. И это прям получалось хорошо. За это я прям буду всем благодарен, если все будет получаться. Все, у меня все. Если тут вопросик там какой-то, не надо, пожалуйста, идите лучше, возьмите вина. Я проверил. Перед тем, кто сюда пришел, я проверил. Там есть две бутылки красного, вам бруска и еще бутылочка белого. Так что скорее-скорей, потому что с другой стороны ничего нет. Выход все еще свободен. Здравствуйте. Лучший. 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 Так, ребята, вопрос. В Волане будет клуб Хач? Да, именно клуб Хач. В Волане. Туф. Это называется Туф. Про название. Да, раз уж я переформулирую. Как вы решили назвать Бар Туф? Мы сначала приехали, такие, типа, бэкьярд, бар, потому что там большой бэкьярд. Потом такие, релокейшн, спот. И там было все так омерзительно. И в какой-то момент мы делали скамейку из камня. Местный армянский камень Туф. И мы смотрим первое объявление. Продам камень. Размер 20 на 30. Без такое-то. Второе объявление. Продам камень. Такие-то цвета. Размер 40 на 300. Нарезка, доставка. И третье объявление. Ай-ай. Туф-туф-туф. И все, и больше ничего. И мы такие. Это гениально. Мы взяли название Туф. Такой армянский и слоган. Туф-туф-туф. Тыщ. В Авании, не знаю. Я, честно, мне тяжело представить. В Авании Гу. Я всем не хочу никого обидеть. Я думаю, как вы здесь живете? Боже мой. У меня такое с Грузией. В Грузии тоже слишком роскошно. Вот ты приезжаешь и такой. Типец. Ну тут же только можно пить вино и радоваться жизни. Как тут работать? Это просто невозможно. Здесь слишком хорошо. Надо немножко боли, немножко страдания. Если что, в Армению выезжайте. Там все это есть. И сухой воздух, и гостеприимная атмосфера. Следующий спикер Дмитрий Мацкевич. Невероятный молодой человек. Красивой внешности, атлетичной фигуры. Ты про меня столько наговорил мне теперь. Все, отдаю микрофон. Спасибо. Мастер по запутыванию концов. Сейчас еще не перерыв. И спикер не я. Сейчас будет еще один очень крутой человек. Который, может быть, тоже не задумываясь о том, что делает классные штуки, делает очень классные штуки. И мы воспринимаем, ну то есть, в эмоциональной гранулярности, который я, это один из проектов, которыми я занимаюсь. Мы стараемся постепенно обрасти какими-то сервисами, чтобы мы в какой-то момент могли просто забыть об этом. А комьюнити продолжало как-то между ними благодаря им развиваться. И это как раз один из таких сервисов. Называется Random Coffee. И если мы, наверное, перестанем чем-то заниматься в эмоциональной гранулярности, они все равно у нас все продолжат друг с другом встречаться. И что-то там будет появляться благодаря Random Coffee Bot. И это Паша Козлов, основатель и CEO. Вот он продвигается. Всем привет. Спасибо. Можно я тоже как стендапер сяду на кресло? Я Паша Козлов, я действительно делаю Random Coffee. И очень классная практика, ребята. Если вы еще не убежали в начале, рассказывать про себя не только через профессию, а через какие-то еще классные штуки. Это прямо, я не знаю, как-то я выдохнул в этот момент, как-то... Винишко пошло. Давайте я вам расскажу про Random Coffee. Кто-то уже знает, кто-то вообще не знает, что такое Random Coffee. Мы делаем такой сервис, который позволяет заводить новые знакомства, но не романтические, а профессиональные и трудские. И мы занимаемся последние годы, наверное, три, может быть, четыре. И все это существует в формате такого Telegram-бота, в котором ты говоришь, хочу пойти на Random Coffee встречу. И в понедельник вот говорит тебе, вот тебе собеседник. Он наверняка очень нерелевантный. А если нерелевантный, то будет просто интересно. И так люди ходят каждую неделю. И действительно это такой инструмент для сообществ. То есть если гранулярный труп закончится, то каждую неделю все равно можно ходить с участниками гранулярности на такие встречи, и это все еще будет интересно. Вот. И мы это делаем как такой инструмент для сообществ. Мы сами сообщества не запускаем. На самом деле к нам иногда приходят, говорят, мы, наверное, эксперты по сообществу. Вот. А мы, конечно, понимаем комьюнити менеджменты, вот. Но мы делаем вид, что мы сами не понимаем и не организуем сообщество, а делаем для сообществ инструменты. Вот. И мы когда садились, здесь смешная история, как мы формулировали Vision Random Coffee, нам казалось, что мы понимаем, что мы хотим помочь, помогать человеку формировать свое окружение. И когда ты общаешься с новыми людьми, ты понимаешь, это мой человек, это чуть-чуть не мой человек. И кто-то остается, кто-то отпадает. И так. Ну, чего-то не хватало в этой формулировке, и мы работали с очень классными ребятами, которые нас расспрашивали, что же мы все-таки видим, в чем мы видим эту идею. И мы долго-долго, мне кажется, 3 или 4 сессии по 40 минут, там, 4 недели встречались и переформулировали. Нашу миссию звучит не помочь человеку формировать свое окружение, а помочь человеку сформировать свое окружение. Вот. Это какая-то конечная, кажется, конечная цель. И мы про это думаем так, что сначала у нас происходит первый контакт. Мы просто знакомимся, узнаем имя друг друга, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть ближаемся. И дальше начинается очень сложный процесс. После первого знакомства друг не завязывается. Скорее всего, вы встречаете где-то во второй раз. Какой-то у вас общий контекст появляется. И это много-много-много шагов. И в конце вы едете в совместное путешествие, стоите в горах Дагестана, бьете шампанское и встречаете рассвет. И вот в этот момент я такой, блин, я получил в своей жизни дружище своего. Или по-другому. Вот. Но это очень длинный путь. И мы подумали, что, наверное, нужно есть слона кусочком. И поэтому мы организуем первую встречу. Если мы поможем тебе подгонять релевантных людей, из которых ты потом сам будешь выбирать, с кем тебе продолжать общение, с кем егать на город Дагестана, было бы очень здорово. Вот. И мы про это думаем как про... Как, с одной стороны, про техническую задачу. Есть в этой комнате очень много интересных людей. Со всеми переобщаться невозможно. Вот бы как-то проанализировать все эти профили и самый релевантный матч выдать. И этим занимается умный матчинг рандом кофе. Там две самых частых проблемы. Каждую неделю, каждую неделю нам инстаграм пишут обжарщики, кофейни. Они как-то, хотите, отгрузим вам 4 тонны. Какого-то арабики. Мы как-то, нет, не хотим. Мы нигде не занимаемся. А вторая проблема то, что рандом. Как там люди уверены, что там рандомные собеседники. Но в Presence App, значит, я в своем профиле указал ссылочку на статью, где я рассказываю про наш умный матчинг. Вот. И там довольно интересная такая задача, что, с одной стороны, это должно быть некое discovery, а с другой стороны, очень понятный. Вот это вот. Ну, короче, там довольно интересная с классными дата-сайтистами и с компанией Asymmetric мы работаем. И Asymmetric очень умные ребята. И они тоже находят эту задачу очень интересной. Ну, в смысле, сидят дата-сайтисты такие. Блин, нифига себе, как двух людей с матчей так, чтобы это было совпадало по ценностям. Это было этично, потому что приходят мальчики и говорят, давайте не только девочек. И вы вроде про дружеские знакомства, правда? Ну, короче, есть там как-то некоторые интересные моментики. В целом, кроме того, что можно уходить в алгоритмы и эти вопросы решать через алгоритмы, есть второй способ классный матч делать сообщество. Это вот то, что было рассказано раньше про ценностные сообщества. Когда люди объединены какой-то классной идеей и шерят общие ценности, вот куда ни плюнь, везде интересный человек. Там умный матчинг и супертехнологии не нужны. Самое обидное было, как у нас есть примерно две сотни разных тематических сообществ, и в некоторых ты умный алгоритм улучшаешь и видишь, как циферки растут и люди больше встречаются. А в некоторых делаешь улучшение и ничего не меняется. Потому что там уже они проходили в каком-то рандомном порядке. Все люди интересные, со всеми хочу общаться. И это как раз про те самые ценностные сообщества. И мы в начале в коридорах обсуждали, что, например, война – это тот триггер, который большое количество людей отправил в вынужденную миграцию. И это большое количество людей, которые оказалось новой локацией, и у них есть вот эти вот общие ценности. Непринятие насилия, желание мирного неба головой. И это важная такая штука, что, возможно, если раньше люди уезжали какими-то небольшими порциями. То есть сейчас сразу много людей встретились, и внутри этого сообщества оно себя таким сообществом не осознает, тем не менее это некоторые наши единомышки. Вот. Мы запустили в рандом кофе бесплатное сообщество для русскоязычных с рубежом. Когда началась война, мы не очень понимали, как мы можем помочь украинцам, россиянам. И стали переизобретать велосипед и просто запустили еще одно сообщество – рандом кофе. Рандом кофе в Армении, рандом кофе в Турции, рандом кофе, рандом кофе. Вот. И там есть очень классные истории. Недавно мы с вами позвонили другому, он говорит, я на Бали. Ты же вроде был в Грузии, вы говорили, да? Мы в Грузии встретились с Чурхом на этом кофе. Он оказался суперэпидентный. И он тоже собирался на Бали. И, в общем, мы теперь снимаем дом и живем вместе. Вас слышат такие истории. И это такое совпадение по ценностям. Вы изначально были в одной лодке. Вам просто нужно было как-то сходить на какой-то кофе. Вам нужен был повар. И, возможно, как одну из таких наших гипотез, что вся миссия рандом кофе – это просто перекладывание ответственности. Мне неловко прийти и сказать, пойдем на рандом кофе. Может быть, я подказываю. Романтически подняться. Мне романтически. Чего ему надо? И тут я пришлю, смотрю. Рандом кофе. Вот, сказал нам познакомиться. Я ничего еще не собирался делать. Он нам сказал познакомиться, класс. И это какое-то такое перекладывание некоторой ответственности. Вот. Кроме общей ценности, есть еще… Слушайте, я прям по нашим спикерам буду. Есть еще общее место. Общее место – это супер важно. Как мне кажется, есть это меры сообщества, как это уже такой, скорее, личный опыт, не связанный с рандом кофе. Я ходил в одну и ту же кофе, в которой надевается несветный заряд, в Москве, и там работал. В какой-то момент там появился высокий, громогласный человек, который что-то все время обсуждал. Просто человек такой курс у него громкий. И когда он заходит и говорит, «Ребята, я книгу купил!» И вообще начинает изучаться с бариста. Про эту книгу знает все кофе сразу, а не только бариста. И ты понимаешь, что либо ты сейчас перестанешь ходить в это кофе, потому что невозможно сколько он может проразать на все кофе невыносимо. Либо ты с ним подружишься. И так как я тоже человек общительный, мы в итоге подружились с этим человеком. Выяснилось, что он ходит туда трудоголить. И у него есть формат трудоголичный. Я тоже хожу сюда работать. В чем концепт? Мы собираемся, мы работаем в разных компаниях. Фрилансеры, предприниматели, whatever. Садимся и оглашаем задачки. Я сегодня собираюсь сделать это, это и это. Поехали? Поехали. Тридцать минут работаем, не трепемся. Каждой своей задачкой. Тридцать минут проходит, таймер звонит. Мы встаем, перекур, поболтать, обсудить книги, поорать на все кофе. Снова тридцать минут, такой метод помидоров. Целый год прошел с того момента, как на первый раз покомендорили. В среде этих трудоголиков нашлись какие-то супер близкие мне потоку люди. Мы очень только поддерживаем. Началась война, мы разъехались, мы начали созваниваться онлайн. И все это, в смысле, никакое не сообщество, куда я пришел, это место, куда я пришел и вокруг которого собралось сообщество. Вот, мне кажется, это очень такой один из многих примеров, где можно найти рекламение, например, что делать, переехав сюда. Давайте, наверное, закругляться. Что я тут еще хотел вам рассказать? Очень сложно, мы тут выходим на эту сцену и рассказываем, можно так, можно так, можно запустить рендом кофе, можно в presence app искать, можно ходить в кафешке. Самая сложная, мне кажется, часть здесь – это экспериментировать и не расстраивать, когда не получается. Вот это самое. Особенно предлагать активности. Когда ты говоришь, сейчас будем бхаж с водкой пить, а потом не приходит. Обидно, капец. У нас с брендом кофе таких идей просто тоже лопатой разгребали. Это ужасно видно, и когда нет такого доцлика, нет мотивации продолжать. Мне кажется, что каждая такая штука, которую ты предлагаешь людям, давайте соберемся в кафе, на завтраке, еще что-то, это пространство для уязвимости. Я подставляюсь. Сейчас все увидят, что я придумал такую себе идею и больше никогда за мной никуда не пойду. Наверное, пойдут. В общем, какой-то такой, мне кажется, вывод, что все наши инструменты, которые у нас есть в руках, кажется, на колечко пальцем мы чувствуем, что зайдет, что не зайдет. Слушаем свою интуицию, пробуем, и не получается, не получается, а потом иногда получается. Так что всем нам сила старания. Спасибо. Спасибо тебе, Краунда. Так, вопросы? Как вы на рандом кофе попросили? В рандом кофе можно попасть. А я на сайт random-defease-coffee.ru, и там будут все инструкции. Сразу скажу, что ботики по-релокационной вы решили, что как-то, наверное, и так релокантам тяжело, наверное, нужно сделать их бесплатами. Там, где-то есть отдельная страничка random-coffee.ru slash relocate, и там ссылочки на все ботики по андар. Есть всякие другие тематические сообщества, они за подпиской всякой лежат. Мы так деньги зарабатываем. Тоже можно подписочку купить. Спасибо большое. Так, что у нас дальше в меню в программе? У нас сейчас перерыв, в рамках которого мы с вами еще поконнектимся, походим друг с другом. После этого у нас еще два великолепных спикера. Настя Дьяченко, фаундер-со Литогенко существует. И наша суперзвезда Гриша Мастридер, который приготовил нам какой-то супер-фристайл. Не приготовил, не приготовил. Не приготовил, не приготовил. Я только что просто сказала ужасную вещь. Простите меня. Плохо рэпа. Простите меня, фристайлы не готовят. Приготовил бисточек для фристайла. Да, поэтому сейчас мы включаем музыку и встаем со своих мест. Я сходил за ламу русского, не хватало. И за беленький, и в вода еще. Стол, на котором все за чем сидел в один. Я сходил за бисточек для фристайл. Да, на котором все за счет, Сходил за бисточек для фристайлов. Да, и в вода еще два кридация. Продолжение следует... 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 Я стала изучать, как же вообще создаются комьюнити, потому что осознанно я никогда их не создавала, я погрузилась в изучение ценностей, надкак бренда, ценности аудитории, фреймов, инструментов, механик, все это адаптировать под описательские реалии, и это стало второй опорой, вот этот исследовательский интерес, когда вокруг все замерло, в этом было очень много хайпа, и действительно чего-то нового, и это стало тоже очень сильной опорой для меня. А потом пришли люди, и нужно понимать, что писатель это вообще очень такая одинокая профессия, большую часть времени ты сидишь в подневоченстве, где-то в ночи, наедине со своим новым внуком, ищешь слова, передаешь их бумаги, страдаешь, обязательно страдаешь в процессе, без этого писателя никуда, и это не то, чтобы даже профессия, да, это зачастую вторая или третья смена после основной работы, после семьи, часто после каких-то других хобби, и вот этот вопрос, а нужно ли это кому-то, он постоянно с тобой, и поддерживать себя, для своей писательской деятельности, особенно если ты пишешь книгу, да, наше сообщество для тех, кто пишет книги, очень сложно, это такой длительный проект, результат отложен, у тебя полно других забот, которые куда более важны, полно других проектов, которые приносят тебе деньги сейчас, выводы на творение сейчас, а книга, это долгое, непонятное, и вообще-то страшно. И главная проблема писателя, это как раз-таки сохранить тонус писательства, да, то есть продолжать писать. Я начала думать, а что же поможет писать регулярно, и так наше сообщество появилось в онлайн-коворкинге, и трекер-пишу. Онлайн-коворкинг – это вообще находка, если вы никогда не работали с кем-либо в зуме, просто попробуйте, да, то есть онлайн-коворкинг – это только тебе не нужно одеваться, обуваться и уходить с него, да, эффект тот же. Люди приходят к нам на коворкинг и делают результат, который наедине с собой они бы сделали неделю, иногда больше, да, то есть заканчивается глава, заканчивается рукопись на этих коворкингах. И простой трекер, да, когда вы в чате ставите свою писательскую цель и отчитываетесь по ней, казалось бы, простые очень вещи, но они дают классные результаты. Я сама не писатель, я не пишу книг, но если в начале года я могла выжить из себя где-то там 5-10 постов в месяц, это максимум, а моя работа предполагает очень много текстов, то в ноябре я написала 22, и написала скайпом с удовольствием и отвлекаясь от других задач. Для меня это огромный шаг вперед, огромное развитие, это еще одна опора, которую дал запуск сообщества. Вот у меня, кстати, не единственные механики, и когда я что-то придумываю, и нашу этот сообществ, и вот, ребята, давайте попробуем онлайн-коворкинг, давайте попробуем такой трекер, они возвращают эти идеи, и говорят, давай, немножко здесь, а кто у тебя, давай, вот это попробуем. Вообще, нам еще вот так интересно, эта жизнь, этот обмен опыта очень активирует, понимая, что людям рядом с тобой тоже нужны элементы для творчества, так оно появляется, такие вещи, например, в чатах для чтения на иностранном языке. Я считаю, что это на разных, кто-то на китайском, кто-то на английском, на французском, это не какое-то общее чтение, не книжный круг, но это объединяет, чтобы писательный, иностранный, иностранный язык вообще всем стал очень актуален, приходится и читать больше, чтобы ловить, как вообще чужой язык ведет себя, как вообще пользоваться, когда привык работать с русским языком. Какие-то ролевые механики используются, да, благодаря ребятам, и вот эта активность, эта инициатива, это тоже очень-очень большая поддерживающая вещь. И, казалось бы, и это уже много, да, но если подумать, как не выпадать из сообщества, из чатов, когда так много онлайн-коммуникации сегодня, когда всех близких разбросало по миру, и приходится как-то удерживать себя в онлайн-коммуникации, как я говорила, я не повер, для меня раньше общаться в чате, как это было больно. То есть я понимаю, там работа, и этого достаточно. Но чтобы близким пообщаться было проблематично. А теперь, когда вот так просто не сорвешься выпить кофе в любимой кафешке, приходится что-то придумывать. И даже здесь сообщество мне тоже помогло, потому что мне важно оставаться на связи с авторами, с участниками нашего сообщества, так мы называем друг друга. И я начала думать, а что же в общении с людьми мне, как интроверту, помогает, что задерживает. И из любой коммуникации я выхожу разряженная и грустная. Очень часто я ухожу на вдохновения, на эмоциях, и хочется возвращаться к людям. И я поняла, что заряжает как раз вот эта связь между людьми, когда ты идешь в глубину, как сегодня на нашей первой практике, когда ты чуть глубже открываешься, когда ты что-то рассказываешь о себе, что-то узнаешь о человеке. Так, наше сообщество появилось вытошное. Мы открываем ее двери раз в одну-две недели и просто жалуемся друг другу на жизнь. Ну вот, что не так, да? Ноябрь, конец года, писатели любят страдать, это очень классная работа. Размест мы поддерживаем друг другу в ответ, и помимо вытошной, да, помимо того, чтобы пожаловать, все хранится на здесь, и в практике благодарности, и в практике похвалы, да, когда я рассказываю, вот, я молодец, сегодня я сделала то-то и то-то, и вот это получается, да, молодец, это действительно круто, и я тоже круто, я сделал свое. И мне кажется, именно такие вещи, именно вот эта эмоциональная связка, она и делает сообщество с сообществом. И когда я готовилась к этому выступлению и рефлексировала свой опыт, да, наше сообщество уже полгода функционирует, я поняла, что команда, исследования, эксперименты, развитие, поддержка, которых хватает, чтобы зарядить всех инфраструктур в этом огромном счете, это ровно те ценности, которые я положила, когда придумывала модель этого сообщества. И каждый из них возвращается к основателю, только умноженное стократно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok К счастью, именно те авторы, с которыми я работала, они едины в своем мнении насчет происходящего, но появилась забавная история с авторами-инагентами, потому что сейчас, я думаю, вы уже замечали, что в новостях появляются такие истории, что тот автор больше не издает в России, и этот, и теперь книжный знак качества, это полочка с инагентами, поэтому так. Да-да-да. Но для писателей, на самом деле, все события стали такой большой порой, потому что, по сути, впервые русскоязычный писатель стал интересен русскоязычному издателю, потому что все о лицензии отзываются, и теперь не получается переводных авторов отдавать так легко, как и раньше. Приходится здесь. Безусловно, безусловно. То есть до 2022 российские издательства в основном занимались, можно сказать, маркетингом переводной литературы, то есть ты покупаешь товар, уже проверенные книги, и просто продвигаешь на новую аудиторию эту книгу. А теперь нужно взять еще театру, строить отношения, и это прям проблема. Но мы озадачились все раньше, и работаем в первую очередь дальше. Да-да-да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас, сейчас. Ну-ка, тест, тест. Вот это. Не работает, работает. Да. Так, ребята. Да. Гришин Мастрибер, пожалуйста, как круто, чтобы ты приехал. Я приехал просто, как считают себя главным трофеем, ликерхантингом и просто великолепный человек, который на самом деле суперзвезда Ютуба и делает очень классные подкасты, очень классные продукты для улучшения концентрации внимания, эффективности и для души, для развлечения, потому что вот его подкаст «Снижный чел» и вот И терминальная штива, в котором я была, Дима была и очень много классных спикеров, таких андеграундных, очень интересные разговоры, советую вам максимально посмотреть, ворваться, ну и вообще он очень эрудированный, умный, начитанный человек, читает очень много книг и советует другим и более того, он не занудный, он очень веселый, но в общем лучше он сам вам зачитает какой-нибудь трек Спасибо большое, спасибо, а нам нужно сначала проверить громкость петалов, видите его немножечко, просто чтобы синхронизировать, еще чуть-чуть громче, окей, я веду, кстати, канал «Книжный чел», продвигаю книги, хоть и не «Лит Агент», «Стивно», «Мэн», чуть-чуть громче нужно делать петалов, чтобы он прям прокачивал на толпу Привет, ребята, кто из вас подписан на «Книжный чел», «Мастриды», «Криминальное чтиво» или что-нибудь в таком духе, поднимите руки вверх Так, я вижу уже несколько людей в семье, несколько людей на вот этом вот сиденье, они знают, что сегодня буду рассказывать про фристайлы и как комьюнити с помощью них поднимать, блин Блин, Вадим сделал дух, красава, просто как Киры Курасава, построил что-то новое, подобен самураю в обнове, в обнове он ходит по новой Я бы сейчас очень хотел бы поесть каша, я приехал к вам из каша специально, ребята, чтобы прокачать фристайлом Скажите, кто это знает, что это такое, я расскажу, это, в общем-то, просто, когда ты приходишь в общество, когда ты говоришь, «Мой, мне нужен пить, срочно, блин, мне нужен пить, чтобы он прокачал толпу, чтобы я сказал, что такое пул, что такое хорошо и что такое плохо» Мы фристайлами продвигаем самые разные вещи, это форма медитации или биохакинга, когда вы приходите в эмиграции с ребятами, вместе там присталите на кусок их подписчиками Мы этим занимаемся, это цель нашей жизни практически последние месяцы, мы были в Ереване, я вчера вернулся, кстати, из Израиля Мы там записывали подкасты с Макаревичем, с Юлием Килом, и мы присталили со всеми красиво, там был Михаил Шац, он просто сказал, что действительно поднял бы вместе с нами бокал И поднял, вот так это было, мы развивали сообщество среди своих подписчиков, творчество, самое разное было, друзья Но на самом деле, я просто хотел показать вам, что такое христайл перед тем, как начать этот спич Привет, друзья, меня зовут Виша Мастрида Можно чуть-чуть убавить этот бит, потому что мы будем продолжать еще чуть-чуть позже Друзья, очень приятно, что вы так меня поддерживаете, и для меня это во многом новый опыт Я присталили в основном в подкастах в конце, мы с Александром Фарсайтом, моим ведущим Понятно, их тоже смотрит очень много людей, но точно мы так делаем только на тусовках с подписчиками И сейчас я расскажу про то, как мы вообще развиваем сообщество Global Russians через пристайлы и вот такие мероприятия Кто из вас вообще любит пристайлить или как-то контактировал с культурой пристайлов? Может быть, слушали пристайлы, читали пристайлы, так вот, я вижу, рука, руки есть А вы что делали? Как вы взаимодействовали с пристайлами? Блин, я даже пожалела сейчас Расскажите, как вас зовут? Мы развиваем сообщество, поэтому обязательно представляйтесь Всем привет! Меня зовут Виля Я была связана с Freestyle, потому что мне было это интересно, когда мне было лет 14 И когда-то, давным-давно, почти не правда, но я читала рэп, но на английском языке Давайте аплодисменты для Виля, по-моему, это очень круто Блин, рэп на английском языке очень сложно читать, возможно, вам предоставится сегодня эта возможность Кстати, у нас интерактивный формат выступления, поэтому, на самом деле, если кто-то захочет попристайлить, он попристайлит Просто подавайте знак Но пристайлы — это когда ты на ходу придумываешь какие-то там ритмованные строчки под рэп бит И всё, это не обязательно должно быть как-то суперсложно заритмовано пятиэтажными ритмами, да? Это может быть просто от души, это может быть даже практически без ритма, но ты изливаешь свою душу И пристайл — это не просто какая-то, ну, увеселительная затея, хотя, конечно, это отличный интертейнинг Нет, пристайл — это ещё тип психотерапии, понимаете? Когда вы пристайли, у вас нет времени на то, чтобы облечь слова, прям конкретный какой-то сложный месседж Над ним поработать, покорпеть над этой тысячей тонн словесной руды, её там обработать Нет, вы просто выпариваете то, что есть у вас в подсознании или, если быть корректнее с научной точки зрения, наверное, бессознательно Что-то вот на подпорке мозга у вас есть, и вы когда приставите про какую-то тему, вы майните инсайты Если вы позволите так высказаться, по этой теме Вы добываете инсайты, реально как шахтёр, добывающий какую-то руду Вы их можете добывать какими-то сложными умозаключениями, а можете просто попристайлить со своими друзьями И позаниматься такой коллективной и психотерапией, и творчеством Это уникально, потому что обычно психотерапия — это one-on-one, да? Это не про сообщество, а приставл — это психотерапия про сообщество Это со-творчество с другими людьми, когда они тоже слушают, они не обязательно все должны приставить Или не обязательно они все должны хорошо приставить Можно вообще, ну, если вы слушали наши подкасты, вы знаете, что у нас тоже не каждый приставл хороший Боже упаси, а когда мы начинали, это был просто лютый кринж И, возможно, я, кстати, уверен, что кто-то из этой аудитории тоже подумал, блин, это тоже был лютый кринж Небольшое различие Я согласен, это дело вкуса, абсолютно точно Но главное, что ты занимаешься этой психотерапией В моём случае это ещё и публично на многотысячную аудиторию У канала Книжный Чел 213, по-моему, уже тысяч подписчиков на YouTube есть Там ещё Instagram, Telegram и так далее И они все смотрят эти приставлы и такие Каждый раз, когда у тебя панч какой-то там странный Или ты что-то сказал в эпоху канцелинга ещё тем более Тебе приходится подбирать слова, думать и так далее Но я от этого отошёл, я приставлю всегда от души Я понял, что это заходит лучше в итоге Вот, но это очень интересная форма И мы встречаемся с подписчиками в разных городах Да, мы встречались с ними в Ереване, когда записывали сезон Сейчас мы встречались в Тель-Авиве, были в Израиле И в других городах тоже Мы как раз в баре ребят в туфе сделали просто мощную туцу Я думаю, что сегодня будет её ремейк Вадим, потому что сказал, что он будет мне бетчить под микрофон Короче говоря, да, Ереван, Белиси, Стамбул Везде мы устраивали сутки и везде мы приставили И мы приучаем к приставу Мы видим, как наши подписчики, чуваки, в основном Ваши вопросы, друзья, это какие-то успешные люди В IT работают или делают свои сообщества Ну, какие-то, ты слушаешь их биографию И думаешь, блин, ну это впечатляет Я про такого человека могу рассказать историю своей девушки Слышал, а я познакомился с таким человеком Он такой-такой-такой-такой-такой Они ездили в Африку на товарных поездах Или в Индию и так далее И у них у всех какие-то крутые истории жизни И ты их всех объединяешь И ты видишь, как они сидят и, как говорится, менжуются Они стесняются, они не готовы раскрыть все свои фристайловые чакры Они уже качают головой под бит Они уже иногда такие-то Еее После какого-то панча Или такие После какого-то панча Ну, ты видишь, что прорывается Что-то рвется Изнутри Но они еще не готовы И потом ты говоришь Нет, друзья Давайте мы будем фристайлить все вместе И даешь им тему У нас есть специальная игра В которую мы сейчас с Вадимом, я думаю, поиграем Для того, чтобы вам продемонстрировать, как это бывает Что? Что? Ты вызвался Ты будешь первым добровольцем Назови любое слово на английском Существительное Первое, которое приходит в голову Это или разное слово Something Something Итак, друзья, кто стоит на бите Вбивайте на ютубе Something type beat По этому слову, чтобы Не этот бит Не этот бит Этот на паузу Еще раз Я ищу something beat Something type beat Да, на ютубе есть такой секрет Я научу вас этой игре И вы сможете ее играть со своими друзьями Очень интересно Something type beat Кто-то говорит слово на существительном Пока не включай только его Сейчас следуй Можно Обязательно У меня есть курс по продуктивности Система Мастридера Его прошли полторы тысячи человек Там есть огромный урок Я не проходил Я не проходил Огромный урок Про деленирование У меня прошли этот курс Я не проходил Твоя жизнь преподала тебе этот урок Уже Тебе уже можно без курса Я знаю жизнь свою деленировать Да Да Итак Something type beat Короче, слово, которое говорит человек вам Вот существительное Вы к нему прибавляете два других слова на ютубе Type Tip И beat Бит Понятно, да? И по любому слову есть типовые биты Которые поддерживают вайп этого слова И все Этот чувак присталит под этот бит Вы выбираете там бабушки Какой-то любой красивый Который на ютубе по этим трём словам выдается И нажимаете И дальше нам нужна тема Нам нужна тема Для нашего гостя Он не придумывает ее сам Это как бы часть импровизации Чтобы он точно не имел никаких заготовок Какую тему мы хотим, чтобы Вадим нам рассказал Он же крутую речь что-то Поклопайтесь, вам понравилась его речь Да, это было мощно Я сидел Я слушал внимательно Вот Нам нужна какую-то тему Может быть продолжение Он же зацепил что-то в вас Какой-то ваш нерв Этим своим спичем Вот Что вы еще Делегирование Нужно делегировать Делегирование Ну все, братан Смотри, значит Сейчас тебе придается бит Ты не обязывайся представить весь бит Но представить несколько куплетов Вполне Вполне Способен Не вижу, что настроят Вот Про делегирование Подожди Я даже рубашку на пояс Завезал Я настолько в хип-хопе Что бы просто Отойти на забор Дайте максимум шума Для Вадима Включай этот бит Итак Представь на тему Делегирование От Вадима Он покажет, как делается Ей Подожди Расскажи еще раз Что надо Просто Скажи что-то От души Несколько Панч Проделегировать Под этот бит Под этот бит Вообще Никому ничего не должна Эта история Ты готов? Ееее Дайте шума Вадим Он уже начал христайлить без бита Мне кажется, ему нужно включить этот бит Христайл без бита Погромче Да 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 Санды Таби Дайте шум еще раз Да 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 Блин, это очень жестко с коротким Коротким А можно я? Да Уоу Тут эта штука работает Да Я просто покажу плохой пример Чтобы вам было проще потом выходить Делегируй Импровитируй Ты Снимай штаны Бегай Ныряй Если видят тебя дети Импровизируй Делегируй Говорят, что это не ты Это твой отец снял штаны Он всем показал, что брызется Еее Еее Однажды рано утром Путешествовал по лесу И видел я деревья красивые Очень невероятные Ель Шополь Сейчас забыл И подумал Как же город такой Акрополь Ооооо Он Баскетбол Баскетбол Бьешь мяч А пул Думаешь Мне нравится больше Противоположный пул Но Ты уже взрослый Пора раскрывать границы Думать Ладно Мой пал тоже не так FX Не так Магам Помогать новый захват Пulle Yes Очень дорогой клуб. Да, на этом всё, спасибо, ребят. Дайте счастье! Есть правило — не подносить микрофон. Я помню, это была ошибка выжившего. Друзья, дайте ещё раз максимум шум давать, это было, по-моему, очень круто. У кого есть какой-то вопрос про фристайл перед тем, как мы перейдём к практической части? В итоге можно чуть потише сделать, пока мы ещё вернёмся. Пожалуйста, вопрос про фристайл. Что делать? Представьтесь только сначала, пожалуйста. Я Аня, и у меня вопрос, что делать, если очень сильно нанервничала время фристайла? Аня, во-первых, уже появилась смелость задавший этот вопрос. Давайте аплодисменты Ане за смелость. Серьёзно. Что делать, если занервничал во время фристайла? Вадим, отвечает Вадим. У меня есть неприличный ответ, который в какое-то время стал моим слоганом. Прошу отнестись к нему серьёзно, не юмористически. Это в нём, правда, есть смысл. Не напрягайся, не обосрёшься. Спасибо. Ле-ле, Вадим, ты можешь написать книгу с таким названием. Я думаю, сделаю у неё рецензию на канале Книжный Чел. Это современная философера стоицизма, друзья. Да, да. Но, давайте, Марк Аврелли дай респект. Я бы записал с ним фит. Но, вот Вадим, по-моему, сказал правильную вещь, но она немножко похожа на мотивационную книгу. Ну, просто не переживай, ну, просто не напрягайся. У меня мой ментор Оскар Хартман. Знаете, вечерный инвестор, очень крутой чувак. Мы дико его жардаем, согласен. Мы даже песню про него записали с форсайта недавно. Скоро выйдет. И, короче, он говорит, просто делай, делай просто. Но просто он мутант какой-то, киборг идеальный, который может просто делать, просто побить мировой рекорд по спорту. Обычным людям это сложнее. Поэтому, конечно, все переживают, когда пристали. Но самое кайковое, это не стесняться этого. Все знают, что ты переживаешь и респектуют тебя автоматически за то, что ты уже присталишь в момент, когда ты присталишь. Это уже дополнительный респект. Улиц уже автоматом обеспечен. Это факт. Это так работает. Поэтому переживаешь ты намного больше, чем любой другой человек из аудитории. И ты можешь это делать, но ты можешь направить это в свое искусство и выразить это переживание. Просто, может быть, сделать трек про это, сделать какой-то рейкеренс к этому. И это нормально. Ну и с каждым разом ты будешь переживать меньше. Для тебя это будет уже на автомате. И ты уже будешь с друзьями в компании присталить их. Это прикольно. Это развлечение. Может быть, кто-то из вас думает сейчас, что это какое-то дегенератство. Фристайлят они. Могли бы в шахматы играть или что-то еще. В шахматах, кстати, респект. Я сам играю. Но это действительно не просто развлечение. Чистый интертеймент, как я уже сказал. Это психотерапевтично. Точно. И это тимбилдинг. Мы говорим здесь сегодня про сообщество. И вот я рад своему очень сильно сообществу. Ребят, которые подписаны на нас. Но я рад любому сообществу, в которое попадаю, в котором я вижу вот эти вот атрибуты, о которых сегодня все говорили. Что какая-то вот неформальная эмоциональная составляющая. Эмоциональный нетворкинг. Если я это вижу, я понимаю. Это вот сообщество, которое мне нравится. Вот, друзья. Но возвращаемся к присталу. И нам нужно сделать еще какую-нибудь пару практических раундов. Перед тем, как закончить. И уже на подпаде, если хотите, то представим с вами еще. Нам нужен доброволец. Нам нужен доброволец. Вот идет уже молодой человек. Он просто… Ты участник марафона. Ты предкладываешь все силы, чтобы достичь цели. Ты на пределе. Твои мышцы напряжены. Вены вздуты. Пульс учащен. Представься. Как тебя зовут? Йоу. Всем привет. Меня зовут Кирилл Клоу. Мне сказали, лучше взять твой микрофон. Отдаю микрофон, а вы отдайте максимум шума Кириллу Колосу. Окей, Кирилл, покажи пару слов про себя. У нас эмоциональный нетворкинг на почву встала сейчас. Вау. Это что такое? Алкоголь? Это не мое, но можно попробовать. Итак. Блин, очень ярко светит. Это софиты привыкают на свет сцены. И вот к этим аплодисментам... А есть очки? Есть очки? Дайте мне солнечные очки, пожалуйста. Хорошо. Сон. Всё, отлично. Кирилл, ты готов. Пару слов о себе и одно слово на английском существительное. Можем? Всего три слова получается. Меня зовут Кирилл Колос. Я приехал в Ваваню из Анталии сегодня. Я занимаюсь диджитовым маркетингом в последние шесть лет. У меня есть агентство. Очень классное мероприятие, о котором хочу сказать спасибо организаторам. Давайте респект, похлопаем ребятам. Очень крутые спикеры сегодня присутствовали. Лайнап был. Просто пушка. Спасибо. И каворкинг. Вообще разъём. Я, честно, уже почувствовал эту психотерапию. Как будто бы Гриша весь вечер со мной сегодня разговаривал. По богу представил. Потому что я безумно люблю рэп. Честно говоря, с 14 лет слушаю. Это мой подсадной зритель, вы поняли? Я, кстати, сегодня во многом приехал, чтобы послушать Гришу. Потому что ютуб-канал у Гриши один из лучших, мне кажется, на ютубе. Очень образовательный пример. Не скажешь про него. Гриша вообще всегда пример. В общем, всем респект, всем спасибо. Давайте попробуем поприцать. Слово на английском. Дайте шума, дайте шума, Кирилл. Слово на английском. Слово на английском. Существитель. Давайте хэппи. Хэппи тайп бит. И выбирайте бит по обложке. Потому что хэппи тайп бит несколько на ютубе. Но выбирают не человек. В принципе, так как у меня агентство называется Weekend Agency, можно даже сделать Weekend Type бит. И мы как раз попали на знаменитого певца. Скорее всего, это будут биты, похожие на Weekend, но они красивые. Меродичные какие-то. Смотрите, вам лайфхак, друзья. Будете играть с друзьями дома в эту игру. Выбирайте биты с крутой обложкой. Что такое крутая обложка? Что на обложке должно быть рэппи, чтобы она была крутая, ваша версия? Тачки. Тачки, правильно. Бит с тачкой. Как это зовут? Никита. Версия Никиты. Похлопайте, Никита. Он в первый раз играл бит с тачкой обложка. Запомните. Любая особенность какая-то крутая нарисована, скорее всего, он будет качать. Но если нет бита с тачкой, выбирайте просто по вайбу. Какой-нибудь упоротый рэппи Морти на обложке будет бита. Тоже обычно хорошие биты из такого плана. Подождите, не включайте этот биток. Потому что мы должны найти тему. Итак, тема, друзья. Девушки в первом ряду, может быть, вы подскажете тему для Кирилла. Как раз через неделю я иду на рандеву. Расскажи, пожалуйста, об этом во «Пристайле», дайте мальчику. Кирилла, диджей, заводи это дерево. И как-нибудь. Маленькие бит. Аланья, привет! Это куртка плюс 35 За окном жутко жарко Я ловлю тачку, еду ватой спать И потом просыпаюсь, покупаю заказанник Наверное, все, что надо мне Потому что мой багаж не приехал из Израиля Я остался без багажа И хотел бы купить шортиков для пляжа И купить лаксы, и купить водички И еще, конечно же, носки В общем, я купил все за одну тысячу Я подумал, это хорошее место Анталия Очень приятно, экономно Я сходил в магазин, чувствуюсь как Лёва Много денег, как будто все так дешево Но надо как-то легализоваться И конец И конец И конец Это больше много монет Надо там купить, арендовать квартиру Возможно, месяца на три Депозитика Сколько танцев? Сколько танцев? У кого сколько квартира стоит? Сколько тысяч лир? Кто на белье, кто в комнате, плюс один Плюс один, плюс один Анталия В общем, рекомен Надо подготовить целый пакет документов И ты приходишь на рандевую Тебе говорят Приветики Здравствуйте Что у вас тут? Комплектики? Все отлично Вау Какой свет Отличный Вау В общем, рекомен Даст тебе И права гражданина практические Ты не сможешь голосовать Политический момент Но ничего страшного Главное, что похода Прекрасная 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 В общем, классная И комет получить Как минимум Всем рекомендую Спасибо Всем Комета Всем Комета Крилл Павлов Не считай Это битло Что? Тебе Привет Физ Прекрасная Комета потому что кому это было спасибо капитально друзья, это не пацанной подписчик но вы не поверите, уже теперь психотерапия практически какая-нибудь произошла это реально главный инициатив для меня сегодня был, что приставы это психотерапия и это искусственный интеллект, который практически включается спасибо да, да, именно такие эмоции я иначе бы их не выразил друзья, мне кажется я превышаю тайминг, организаторы мне, наверное, сейчас скажут что я слишком затянул поэтому последний доброволец принимается на эту сцену пожалуйста, выходите дайте шума для нашей доброволец представься, пожалуйста расскажи, кто ты и чем занимаешься всем привет, я зовут Даша да, я ничего не вижу вот она уже как оказывается со сцены я вот буду с вами максимально откровенно хотя аплодисменты за стиль не то, чтобы стало лучше а вот внешность моя вот два голоса прекрасно в общем, что я хочу сказать буду с вами откровенно где-то неделю назад я проходила сессию регресса и мне сказали что я должна как-то проявляться а не сидеть тихо в уголке это для меня очень сложно я интровент и я не знаю, что из этого выйдет я не обещаю быть настолько хороша как предыдущий молодой человек но я попробую я люблю рэп, если что давайте поддержим еще раз как тебя зовут? Даша давайте еще раз раунд аплодисментов для Даши она подготовит своим словом сушительное английский язык нарицательное несобство одно а ведь у меня было время подготовиться это должно быть спонтанно какое-то подсознание дает слово значит, представ, он заряжен уже на эту волну понимаешь? не, 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 у нее свое слово в том-то дело ничего такого в этом не будет но свое должно релакс 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 и я думаю, что это будет очень интересный расслабленный биток но главное выберите по крутой обложке крутую обложку с тачкой или с чем угодно мы с вами проходим эти этапы чтобы они у вас на подкорнику отпечатались и пришли домой с друзьями играть сегодня я вам рекомендую на свежую голову итак, бит подобран бит подобран тема для приставов для Даши что в ней резонирует у вас настолько что вы хотите послушать целый трек есть ли что-то такое? давайте я вот это девушки везде сидят регрессия а что такое регрессия? это что-то из психотерапии? ааа, блин, круто регрессия — это повышение прошлой жизни, друзья если вы узнали мне кажется, это отличная тема для приставов если классно, да? пошумите, я смогу окей, это отличная тема для приставов и тема приставов — регрессия дайте Максим шуму Наташе ну вы прям знали, что мне задать усложнили усложнили, как могли, задачу ну я знала, что будет сложно а как иначе? но регресс, вы знаете, очень интересный но это настолько лично и честно я, наверное, не готова вам здесь все рассказать но я рада буду если вы будете мне рукоплескать я не знаю вообще, зачем я здесь но вы знаете, мне нравится этот виш весь наверное, здесь я именно за этим затем, чтобы быть там, где солнце и ветер знаете, ритмы — это так сложно но все-таки это возможно мне тут подсказывают из зала что регресс ритмуется и антистресс регресс регресс — тема этого фристайла я не знаю, что еще сказать давайте Максим шуму Наташе регресс — тема этого фристайла, но про регресс мне фристайли мне фристайла не пробовала никогда я это делаю пока что хотя ведь это тоже в русле биохакингом мне приятели как-то рассказали тебе нужно посещать випосану но я пока не поехал пока не просветлился но пытаюсь прямо здесь принять к этой истине в фристике слышите регрессируйте или прогрессируйте живите как хотите ребята реально в сообществе всеобщие принятия так-то скоро будет выступать Дима Мацкевич он покажет эмоционально гранулировать челюсть как тел основал Дим Брейн я сказал, что этот панч летит в цель что еще там был? был еще там в локтере вроде бы он тогда почувствовал чувство локтя с командой вроде бы тогда они тогда еще сделали стартап потом еще это был YC какой-то там батч 20-20 вроде бы там не Сергеем, а вроде бы там были классные синихолм аналины стартапы инвесторы визионеры я уже объявляю вам всем этого следующего чела который здесь будет выступать но пока что максимум шума Даша! Даша! Давайте Даше максимум еще раз аплодисменты пока она передает свои очки друзья, я уже передал слово следующему спикеру я хотел просто, чтобы у вас осталось какое-то позитивное воспоминание об этом вечере и конкретном freestyle и чтобы вы, возможно, попробовали это делать подходите на After Party и продолжим уничтожать это дерьмо Спасибо! Я передаю слово Спасибо! Ребята, это был просто разрыв это было просто прекрасно ну что, Дима тебя подставили теперь тебе придется 10 минут рассказывать как минимум про коннекции здесь сообщества и про все прекрасные вещи которые ты делаешь поприветствуем Дима Ну на самом деле мне сейчас подставила Оля потому что мы вроде договорились что мы не будем же ничего рассказывать и перейдем сразу к руклому столу но на самом деле просто хочется послушать тогда вот что что вы почувствовали в самом начале прямо по порядку когда сказали, что надо найти нового человека встретиться что-то постоять поделиться какими-то вопросами Привет! Попробуйте! Попробуйте! Еще что? Кто ничего не почувствовал? Да, привет! Я как раз наверное большую часть жизни свою прожил таким человеком который ничего не чувствует и в этом были определенные свои плюсы как оказалось потом но и свои минусы а для кого этот опыт был не знаю неприятным в итоге в принципе все кайфанули а кто кто тогда да кто так не делает обычно из вас? Ну вот так приходит и начинает говорить про какие-то эмоциональные штуки а кто так делает сразу? Ничего себе я первый раз вижу такой зал в котором никому не надо проходить эмоциональные поделить поделить своим контактом а кто в общем кто почувствовал реально кайфы но при этом так не делает почему вы так обычно не делаете? так я не знаю что здесь я уверен я уверен я уверен я уверен Задал рамку. А кто может задавать такую рамку? Кто еще может задавать такую рамку? Что такое задать рамку? А на какие мероприятия вам больше хочется ходить? Которые располагают или не располагают? Правильно. Это без любопытства. Просто на какие мероприятия вам нравится ходить? Нравится ли вам ходить на мероприятия, где есть мастрида? Что-то неожиданное? Доверие. А кто как ответил? Там был вопрос, как я понимаю, когда между нами доверие. Кого зацепил какой-то ответ интересным? Или появились у самого новые мысли? Когда мацукнуться? Как? Мацукнуться? Это Мацкевич? Матное слово. Матное слово. А что такое матное слово? Как это ощущается, когда мы можем сказать матное слово? Краудсорс медитация. То есть доверие – это когда я могу свободно высказать свои эмоции? Матное слово. Не ждать оценку, да. Но у нас просто это было запрещено по правилам. То есть на самом деле, когда человеку не может ничего ответить, возникает доверие, потому что я могу, в принципе, быть собой, и при этом не будет какого-то нежелательного ответа. Какие еще были интересные свойства? Матное слово. Ты не думаешь, ты говоришь, а ты просто говоришь, что ты что-то не следует. То есть вместо твоей мысли и словами, минимальное количество времени, мне не надо готовиться к этому, может быть. Потому что есть всего одна минута, да? То есть получается у нас уже есть… Давайте у нас задача сейчас сформировать для себя несколько правил, как мне создавать для себя доверие. Получается первое, когда можно матягнуться, и не будет ответа за это. Так, это берем. Не будет ответа, надо что-то, что я могу сам контролировать. То есть я не обращаю внимание на ответ. Получается, когда можешь матягнуться, и мне все равно, что ответят. Берем. Два правила успешной… успеха… это… как бы называть там… от нашего метапа. Третье было, получается, не думать о том, что я говорю. Окей. То есть третье правило — говорить, как будто есть всего одна минута, и можно не думать. Давайте еще четвертое правило, давайте пять правил сделаем, и просто перейдем к круглому столу, и эти правила просто заберем с собой. Какое четвертое правило? Что еще было… какое было свойство у этого состояния, у этой практики, когда я… ну или когда я чувствую доверие, или когда я могу быть с собой? Зрительный контакт. Зрительный контакт. Ай-пон! Кредит доверия. Кредит доверия. А откуда доверие возникает, когда я его… ну как новый человек? Т.е. ты готов встретиться от человека и, в принципе, готов ко всякому? Как это сформулировать? Как это четвёртое правило? Не ожидать готовности. Не попьют. О, это важно, кстати. Когда что? Как это перевернуть так, чтобы это зависело от меня? Да я уже забыл, честно говоря. У нас было три правила кайфового общения на любой тусовке. Давайте вспомним, что-то было за три правила, сам забыл. Первое – материться. Они трансформируются у нас. К концу вечера будут новые. Второе правило – материться, не думать о том, что говоришь. Мне кажется, мы, в принципе, уже несколько правил. Успех жизни, в принципе, уже свелся к двум правилам. Материться и не думать о том, что говоришь. И, в принципе, под это аплодисменты предлагаю перейти к крупному столу. С Олей Маркес, где Оля? Я не вижу за сапфирами. И классными нашими гостями. Мы будем материться, постараемся не думать о чем мы говорим. И... Выпивать. И это уже подпись. Подпись. Так, смотрите, у нас нет стола. Нет, стол будет. Я приглашаю сюда нашу прекрасную пикера Катю Почекуеву. Правильно? Да-да-да. Катя. Катя у нас лист дизайнер, суперагент, пикмен. Александра Петрова, шифт маркетинг офисер в BlueSleep. Я купила. Я купила. Я купила. Кто купил BlueSleep? Я купил. Я купила. Мы все купили. И... Гриша у нас с Твитера. Где он у нас? Где наш... Где наш... Наш... Суперстар. Приветики, приветики. У нас откачивал кого-то. Так, возьми, пожалуйста, стул. Мы размещаемся все. У нас нет стола, поэтому мы садимся на круглый стул. Или на квадратный. Да. И, в общем, у нас есть такой топик, о котором мы сегодня поговорим. Это про то... Ну, в общем, год был ужасный. И он вынудил нас всех делать что-то, к чему мы не готовились. И что-то, что-то у нас получилось. Вот. И об этом мы, об этом мы поговорим. О том, как мы адаптировались к текущим реальным, актуальным. Как это вообще было? И Катя, Катя, начнешь в первой. Да, всем привет. Вау, ты слышу свой голос. Обычно я встречаю всегда онлайн, а здесь оффлайн. Поэтому довольно интересно. Всем привет. Я расскажу, наверное, про то, как я вообще здесь оказалась. И, наверное, как многим другим будет это близко. Вообще, я планировала приехать в Анталью еще в июле. Такая думаю, ну, раз уж я работаю удаленно, могу себе позволить. И спланировала свое путешествие примерно на два месяца. Я думаю, ну, все клево, все классно. И тут в сентябре происходит куча всяких стрёмных мероприятий. И я понимаю, что это уже не путешествие, а уже что-то другое. И, с одной стороны, тебе спокойно, потому что план есть. Но я понимаю, что как-то сейчас много времени пройдет, и сколько времени нужно придумывать что-то новое. Окей, прошло два месяца, и мне нужно подумать. Мне нужно и комет, в самом деле, и еще что-то. А, вообще-то, надо читать 60 дней. А в 60 дней — это сколько? Это нужно найти какой-то календарь искать. Окей, Google — сколько дней можно находиться. И окей. Тут я понимаю, что надо сделать резкий визран. И как его сделать по-быстрому, потому что ты этого не планировал. Я начинаю изучать все границы, которые есть рядом с Турцией. Понимаю, что если бы нам на биографии давали какое-нибудь такое ожидание, что, ребята, найдите самый оптимальный билет за самую такую оптимальную стоимость, то мы все просто были бы, не знаю, супер в этом отсюда милые. И почему я все это говорю? Потому что приходится в моменте очень много всего решать. Причем, как и карту найти, человека найти. В общем, много всего нужно решать. Нужно какая-то опора. Эту опору ты можешь найти только среди своих единомышленников, среди своих близких людей, не знаю, в солнце, который клеится. В общем, нужно искать опору для того, чтобы как-то адаптироваться. Всем, наверное, желаю найти эту опору среди своих, не знаю, друзей, знакомых, новых единомышленников, потому что это очень важно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ с основателями Blue Sleep и еще два бизнеса. Один из бизнесов – это агентство «Розовая пантера» с таким ужасным названием. Мы выбрали самое ужасное название. Будет такое агентство. И агентство «Глобал Гейт» тоже, которое, собственно, теперь вы ходите в Стамбуле. Ну, это такое, как бы, мы, чем занимаюсь. Еще я умею готовить этого доната, я не знаю, кто-то знает, что это такое. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот с этим самым тунечным соусом я даже на работу просто соус это делал, и все. Все с ним есть. В общем, да, на самом деле, похожая очень история. В сентябре, совершенно случайно, мне звонит CEO компании Blue Sleep, говорит, «Саш, все, поехали». Я говорю, «Куда? Поехали». Ну, в общем, на следующий день мы улетаем, подлетаем в Стамбул. Здесь у нас были хорошие очень друзья из компании «Мистер Дорс». Знаете, наверное, шкафы-купе проезжали такие. Они здесь открыли D2C Lab, и мы уже приезжали готовые, так сказать. Не совсем, но готовые. В общем, я приезжаю на какую-то булат-хату, непонятно где, в каком-то районе, где там реально чуваки такие с «Сан Андрея» сходят. И реально в эти три часа ночи, я думаю, что происходит, как прихожу в квартиру, и там действительно три кровати, шесть парней, и как-то непонятная ситуация какая-то была. Ну, нормально. И, в общем, мы так где-то прожили неделю, потом мы же компания, у нас тут три бизнеса, туда-сюда давайте снимем квартиру. Снимем квартиру, сняли квартиру, нам триста квадратных хватит, хватит. Говорят, ну оплатим, все нормально. И сняли квартиру, переехали в нее. И сняли на компанию. Ну все, нормально, живем. Ну да. Света нет. Свет когда будет? Tomorrow. Вода не течет. Tomorrow. Tomorrow. Ну, короче, в итоге мы прожили три недели без света и воды. Это было забавно. Значит, на неделе ты ходишь в коворки, на нем я сейчас тоже расскажу. Вот. Потом идешь в квартиру, где едем цвет и воды. Поэтому приходишь в 8 часов, ложишься спать. Прекрасно. Выспался до сих пор. Лайфхак реально. Вот. Ну потом потихонечку все включили. Собственно, все нормально произошло. Вот. Набралась компания. Компания в эту большую квартиру набралась совершенно разносторонне. Мы начали там создавать всякие бизнесы, стартапы. Вот. Ходишь неделю в эту квартиру, а потом на выходные уезжаешь в отель Moving Big. И получается такая интересная ситуация. Сначала без воды, потом вроде люкс. Без воды вроде бы. Это ладно. Следующая история. Кстати, он не так дорого стоит в Стамбуре. Вот. Такси, да? Все же привыкли к Яндекс.Такси. Ну это просто. Любое, что угодно. На работу. Там. Гэмри. Когда после вина. Мэйблг, естественно. Вот. И так далее. Вот. Вот. А здесь так происходит, что он сел. Это очень прикольно. В общем, я как-то думаю, ну в отеле по-любому сто процентов могут дать машину. Ну у них там есть какие-то. Нет. Так не получается. Такси. Такси. Окей. Но проблем. Такси. Четверо человек побегают на дорогу. И начинают ловить такси. Они подходят потом. Четверо. Каждый. Но. Но. Уже кто-то вызывает по своему Uber. И начинает с ним договариваться. Ну такая проблема есть в Стамбуле. Здесь такой нет. Вот. Но в итоге как бы не решается. Есть решение. Это приложение, кстати, с русскими корнями. Это им драйвер. Она называется. В Стамбуле работает просто долго. Это про жизнь, так сказать. Вот. Теперь про работу. У нас есть офис. Есть офис в каворкинге в Стамбуле. Вот. Прекрасный каворкинг. Не буду его называть, чтобы не обидеться совершенно случайно. Но сидишь там. Нормально работаешь. Все окей. Но почему-то я сижу и в 6 часов включается свет. Все. С ресепшена все уходят. Но каворкинг работает круглосуточно. Но все и без света. Я сначала подумал, что меня не заметили. Меня не заметили. Я маленький какой-то. Сижу в углу. Сидел посередине. Выключил свет. Я говорю. Все. Close. Go to помещение которое. Ну окей. Ладно. Третий раз. Четвертый раз. Все понятно. Просто в 6 часов раз ресепшен уходит. Значит все нормально. Все. Выключается свет. Тебе нужно дойти в какое-то помещение. Это вот. Просто так видимо что бы непонятно. Короче. Как всегда. Непонятно у них почему. Вот. Следующая история. Очень большая. Что. Сидишь в переговорке. Нормально. Переговорку. Какой-то зум. И так далее. И. Заходит ресепшионист. И начинает тебя выгонять. Тайм. Закончился тайм. Весь тайм. За месяц. Который ты заплатил. Раз тайм закончился. Ты должен уйти. Даже во время разговора. Не продлить. И переговорка стоит очень дорого. Самое интересное. Что это бизнес на переговорках. Стопроцентный. Помещение стоит недорого. У нас дорого стоит время для переговорок. Вот. А. С точки зрения бизнеса. Опять же. Регистрировали компанию в Турции. Две недели пили чай. Вот. Где-то через три недели поняли. Что нужно зарегистрировать компанию. Вот. В итоге зарегистрировали. Сейчас еще. Две недели открываем корпоративную карточку. Для того чтобы нам поступали деньги. И мы уже получили первую выручку. На турецкий счет. И более того даже заплатили своим сотрудникам. Ну наверное так все. В общем-то работает все. А. Забыл. Совершенно главный момент. Забыл сказать. Это я все про себя. Про то что как нам тут живется. Ну возникла проблема в команде Брусли. Вот. Не знаю смотрят или нет. Но. Ладно. Они сами остаются. Вот. Ам. Мы делаем естественно. Как все делают. Пульс, опрос. Там 360. Небольшие опросики такие в команде. Для того чтобы понимать состояние команды. Особенно когда она удаленная. Ну и естественно мы забили на это. Когда все работали вовсе. После там. Ковида. Вот. И тут. Начинается какой-то развар в команде. Мы вообще не понимаем почему. Стали все очень резкие. Дерзкие какие-то. На друг другу. Там кричат. Страчат. Вот такие слаки. Там письма. И так далее. Вот. И. Мы не думали никогда ни о чем. Чего это. И провели небольшой пульс-опросик. И оказывается что. У нас мой зам. Я. Сео. И еще там. Топ-менеджмент. Уехали все. За границу. Вот. И. Многие из команды думают что мы здесь отдыхаем. Потому что у нас хорошие фоточки есть. Море. Отели. В целом даже из аппартов нормальный вид такой. Ну плюс-минус гора там. И так далее. Кто-то серфит. Ну а что тут. Ну там. Ну здесь на Бали. Там например. Не в Таиланде. Что делать. Ну все. Хоть пойдешь. Вот. Здесь всегда светло ходишь. О чем шорты ходят. Наверное. Ну. На отдыхе. Вот. И. Мы узнали оказывается что. Наша команда. Смотрит. Инстаграм. На нас. И думает что мы не работаем. Мы расслабились. Поэтому. Они начинают. Немножко нас так подозревать. Им прям плохо становится. И грустно. Поэтому. Важно это отработать. Мы все написали. И сказали что. Извините. Работаем. Как и вы. Просто. Вот у нас такие поточки получаются. Сорян. 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 Ну там была просто такая история. Что кто-то в Таиланде катался на серфе. И это в рабочее время. Хотя понятно что там. Это просто так выкладывают. Да. Он с ноутбуком работает на... Вот. Мы. В общем это проработали. Рассказали что. Все нормально. Не переживайте. все будет хорошо, и далее обратное время, это прекрасная работа. Вот, наверное, у меня все. В общем, вот так как-то. Блин, огромный респект. Ну, тот, кто пил чай две недели, я вот не могу остановиться уже, десятый месяц, наверное, тюрки. Попробуйте, кто любит тюркиш чай. Прекрасно. У меня один раз дома не было воды, но оказалось вино. И это был четверг. Нет, стоял просто вино. В рабочее время? В рабочее, к сожалению. Но это меня не остановило, скажи, что рабочее. Друзья, кто видел вот этот видос, где вот этот недалекий человек, скажем так, Артемий Лебедев, говорит, что вот кто уехал из России, покажите мне хоть одно, они там все никому не нужны, ничего не достигли, покажите мне хоть кого-то, кто что-то достиг, уехав из России. Я когда общаюсь на таких тусовках, в таких сообществах с уехавшими из России ребятами, я смотрю тут один за другим пример какого-то там феноменально талантливого, перспективного, крутого, успешного чувака. Я хотел просто, чтобы вы все заценили этот факт тоже, что здесь их так много собралось, и похлопали друг другу. Друзья, там прекрасно, верно. А у меня коротко, если я так понимаю, что речь о неких рецептах блесса и комфортного существования в эмиграции, для себя и для бизнеса, то для себя главный рецепт – это баня. Кто ходит в баню или ходил, любил раньше, да? Есть. Я знаю, что вот с Димой Мацкевичем мы как раз в подкасте это обсуждали, в Турции довольно много бань турецких, в которых, ну, по сути, там есть сауна, ну, есть хамам, а есть вот прям сауна с углями и так далее, и деревянной. В принципе, похоже на русскую баню, если ты еще водички подливаешь, берешь ковшик, наливаешь, потихоньку подливаешь на камни, там с 60 температура спокойно там до 70 плюс поднимается, а то и до 80, если ты ее нормально раскочегаешь. Вот, это я как биохакер не могу вам это советовать. Ходите в турецкие бани, подливайте водички, а если вы еще как-то друзей подопьете, чтобы они вам веники из России передались, когда в гости приедут, это просто будет идеальный биохакер, друзья. Вот, это первый рецепт. Ну, очень важно, я недавно обнаружил, что у меня появилось чувство дома снова. У меня, честно говоря, его в Москве особо тоже не было, я уехал, поступил в университет в 2010 году. И с тех пор там сначала общаги, потом пансионные квартиры с друзьями, потом ты, типа, поднялся, снимаешь одним, но все равно съемная хата, через полгода тебе говорят, уходи отсюда, все, ты идешь в новую, ищешь. И не было ощущения дома. А сейчас мы с моей девушкой Екатериной и с нашими животными, Белый Карликовый Волк и Кашказава, мы с ними обустраиваем наш дом Блессой, наполняем его какими-то предметами, там, уютными атрибутами, там, свечами, канделябрами, какими-то там картинами. Но не это главное, я понял, что чувствую чувство дома, ощущения, когда я понял, что в целом, даже не важно, если бы там не было тех канделябров и все остальное, но если бы там была Катерина, Белый Карликовый Волк и Кашказава, это место я бы ощущал дома. Поэтому в моем случае это вопрос людей, но у каждого свое чувство дома, мне кажется, что важно его найти, какой-то вот такой, вскопнуть делянку метафизическую и ощутить, что для меня чувство дома – это когда вот так. И просто сделать это, обеспечить. Иногда не получается, понятно, бывают какие-то непреодолимые условия, но куда чаще их на самом деле нет. Практика показывает. А что касается бизнеса, любые бюрократические препоны, на мой взгляд, невозможны в мире Web3. Именно поэтому мы с моим партнером Костей Волгаповым создали маркетинговую студию, как мы ее называем, Web3 Studio, TGS. Мы работаем с проектами из Web3 мира. Крипто, биржи, NFT-стартапы, коллекции, DeFi, демонтированное финансирование, всякие продукты. Степан сейчас с ними работает, например. Там много разных компаний. Крипто, биржа, Таймекс, австралийская. Офигенные ребята. И помимо того, что это удобно, что ты получаешь оплату в крипте, у меня дико вдохновляют эти люди. Это еще одно сообщество, которое просто уничтожает. И я думаю, что через 5-10 лет это будут ребята, которые определяют то, в какую сторону движется мир. Вот Виталий Бутерин и все остальные подобные чуваки менее известные. И я смотрю, меня заряжают эти люди. Это очень много. У нас это в основном международные проекты, но больше 50% это русскоязычные команды. Там Россия, Украина, Беларусь. Уедавшие и сделавшие международные проекты, которые супер на респекте. Уничтожают, там просто все завоевывают сердца в мире Web3. Все такие, блин, эти чуваки очень крутые, какой там мир, например. Вот. И мы с такими чуваками постоянно общаемся. Это, конечно, безумно вдохновляет. Поэтому супер тренериальный, конечно, совет. Но если вы делаете бизнес в той сфере, в которой вы его совмещаете с хип-хопом, рок-н-ролломом, фанком, фанки-бизнес, когда вы одновременно не просто нетворкаете, а вы вдохновляетесь, вы тусуетесь с этими чуваками, вы там с ними фристайлите условно и так далее. Вот это прям позволяет поддерживать блазь. Вот. Это мои рекомендации с точки зрения бизнеса. А так, конечно, всем рекомендую постигать дальше мир Web3, в том, что сегодня там 300 миллионов человек, как у интернета в 1998 году, а к 2030 году ожидается несколько миллиардов. И если прийти туда до них, можно сделать что-то там крутое и стать одним из таких чуваков, либо устроиться на работу в Web3 проект, либо создать свой, и стать одним из тех чуваков, которые меняют облик будущего. Все. Спасибо, друзья. Очень приятно было. Спасибо. Я, чтобы как-то замкнуть одним вопросом все наши темы этого круглого стола, это, по-моему, там предпринимательство, новые реалии, и еще у нас тема метапа, что там, connection, как помг. В общем, вопрос, а вот за время вот этих новых реалий, какая у вас была самая странная встреча или запоминающаяся встреча благодаря этим новым реалиям, которые бы не случилось? То есть вы встречали каких-то новых людей, которые существенно повлияли на ваш бизнес? На ее бы не случилось, если бы не было новых реалий. Могу показаться попроще вопрос, пока вы думаете над этим? Самое странное место, где вы спали в новых реалиях? В рабочее время, в рабочее время. В рабочее время. Ну, я раньше там спал в туалете иногда. У меня шаги не лет. Я спала в кровати, но когда было совсем, прям, тяжело, но разок не ковреха, ну, как после тренировки, потому что, ну, хотелось просто. Ну, тут банально все. Мы сказали языке и кровати, и матрас, но ничего не привезли. Мы привезли кровать под решетки, привезли матрас, не было ничего, не подушек. Ну, короче, просто на полу спали, ничего страшного, нормально. Ну, тогда еще тепло было. Кстати, встречи были две, на самом деле. Одна встреча была, когда я вот на эту платхату приехал. Просто сидел парень, говорит, а ты Саша? Я говорю, да, я к вам жить. Вот. Я говорю, а как так? Он сказал просто каким-то образом в фейсбуке перегнулось, что вот у нас есть такая, типа, квартира, что мы ждем всех. И вот парень это увидел, у него были там последние деньги какие-то, и он написал совершенно случайно, ему сказали адрес просто, и все. И жди, типа. Вот. А он оказался прекрасным тестировщиком, работал в банке, которые, к сожалению, не дают работать удаленно. Вот. Ну и вот он сейчас работает у нас. Вот. Следующая история, точно так же, на встрече в коворкинге, вот на такой же, мы нашли себе директора по продажам в иностранное агентство. Вот. Парень писал тексты для политиков, вот, никогда не думал про продажи. Вот. Ну, мы просто его там послушали и так далее. И он был реально спичрайтером, вот, а сейчас реально бичит рекламные услуги на Дубай. Как можно было подумать, я не знаю. Вот. Реальный вид. Крутая история. Крутая история. У меня, наверное, самое странное, как я просыпался в этих новых реалиях, было, когда меня разбудил Михаил Шац. В последнее время назад мы сняли трэп-хату большую в Тель-Алибию. Мы там снимали подкасты по три недели, а потом еще там, ну, знаете, 4-20, там, все дела. Отдыхали, ходили, встречались с подписчиками. И я просыпаюсь с того, что Тель-Шац – долгий дверь. И я его встретил. И он нам сразу в подкасте говорит, чуваки, я вообще, ну, блин, не знаю, как вы смогли меня заполучить. Потому что только прилетел с гастролей, у меня вообще не было времени, я не хотел идти, но меня просили от вас Гарри Кагменисян, какой-то топовый из списка Форумс израильтянин и официальный главный раввин России. И все мне писали, поэтому я зол я на вас, потому что я не мог этим людям отказать. Я не знаю, что вы за чуваки, и я вас только что разбудил, здравствуйте. Вот такое было утро, потом мы записали прекрасный подкаст. И это же было самой главной бизнес-встречей за этот год, но на самом деле нет. Бизнес-встречей, на самом деле, когда мы по Zoom с моим партнером созванивались и решили создать наш агент. Вот, спасибо. Спасибо большое. Да, на самом деле, мы вам привезли немного ереванских историй, потому что мы послушали, как это было в Турции, в общем, проблем в принципе те же. Но у нас в Ереване с Димой очень разные были, допустим, истории, потому что я девочка, у меня лапки, поэтому все бизнес-чатики. В общем, мне в банк открыли счет через три дня после того, как я приехала. Дима, сколько тебе открывали счет? Мне кажется, до сих пор какие-то счета еще открывают. И, ну, полгода, да, самый быстрый на был полгода, да. Но я просто, в отличие от Оли, я вместо лапок, я скорее уперся так вот руками и ногами, когда мне говорили, блин, бро, но в Армении, в Армении так не работает. Ну, давайте просто, вот у меня там какой-то там CEO знакомый, давайте просто быстро открою, там по-другому не работает. Такой, не хера, я принципиально буду вот так, как все. Да, и, в общем, там, конечно, армянские реалии просто великолепные. Там мы тоже открывали бизнес, ну, то есть те, кто, как многие бизнесы, потерял часть международных платежей. Когда все случилось, надо было очень быстро восстановить эту историю. Вот, и выяснилось, что там вот именно система для приема платежей, этот ВИПОС, он очень, ну, в общем, для того, чтобы привязать его, надо просто пройти огонь, воду, медные трубы. И тоже, в общем, всеми знакомствами, всеми возможными способами мы это сделали. И, ну, в итоге, как бы открыли, у нас тоже армянская компания, с которой мы сейчас работаем. В общем, все классно, все получилось. Дима, как у тебя дела с армянской компанией? Одно открыл, но ее надо закрыть теперь, потому что не ту, не ту открыл. Да, там очень, в общем, веселая история про то, что там открываешь компанию, тебе дают скидки по налогам, но ты должен прийти в какое-то место и принести какую-то бумажку в определенное время. Ну, типа не позже, чем через две недели, по-моему, да? И если ты этого не сделал, то ты платишь там какой-то нереальный процесс налогов, и вот там Вадим... Да, если ты пропустил, то у тебя вместо пяти процентов двадцать. И вот давай, по миллиону. Хорошо, что не в рублях, а в драмах очень страдает до сих пор. До Нового года надо ждать, чтобы переключиться снова на пятерочку. Если за неделю не успел, тебе просто конец. Да, и, в общем, там все так. Очень приходится выкручиваться, но... И, в общем, у нас там нет моря. Поэтому я сегодня, когда искупалась, я такая, мне не нравятся люди, которые здесь живут. Слишком, слишком хорошо живут. Но, в принципе... Расскажи, как ты адаптировал в Армении? Не, ну а что я? Я... Как это? Белорусский народ, который не живет в Белоруссии с 2002 года. Я, в принципе... Первые два года, когда я уехал из Белоруссии, мне было очень плохо. А потом я, в принципе, такой, как это Тагенда 07. Там высаживаюсь в Гонконге. Задача за неделю понять, где здесь всякие светские тусовки. Через неделю я уже... Это был там 17-й год. В Гонконге я уже читаю лекции в местном политическом универе. Что-то там хожу на какие-то тусовки местных китайских мафиози. И курю траву с какими-то там в Шанхай чуваками из партии. То есть у меня уже, в принципе, это в крови штука была. И у меня... Ну, как бы, у меня, как бы, друзья, которые меня давно знают, Они, в принципе, такие говорят, ну блин, это же просто обычная для тебя, как бы... Обычная жизнь, где не происходит ничего новенького. У меня такая ситуация где-то с 2002 года. То есть я жил в Москве, жил в Калифорнии лет пять, в Китае два года. Там короткие какие-то этапы в Дубае. Ну вот сейчас в Армении. Могу сказать, что худшее место Дубай из того, что я пробовал. То есть, может, если они не были, можете не доезжать. То есть это... Я очень люблю природу. Дубай — это градация природа. На этих ползунок, кто там вытягивал, когда генерировал эту градальную реальность. Они вот эту природу, в принципе, вытянули или забыли вставить. В каком-то глюке. Ну то есть мне... Её там нету, в принципе. Ну то есть... И... Люблю обижать людей, которые живут в Дубае. Скажу, что это ещё и фильтрует не очень хороших людей. По ценностям, как ты говорил, собирает комьюнити. То есть это собирает комьюнити по ценностям, у которых ценность природы равна нулю. В принципе... Я поцарал немножко дуба. В принципе... В принципе... Я поцарал немножко дуба. В Шанхае мне в этом плане тоже не зашло. В Гонконге было прикольно, в Калифорнии — супер. В Португалии — классно. Поэтому... Я бы не сказал, что я адаптируюсь каким-то новым штукам с точки зрения перемещения моего. То есть я привык иметь... Ну там... У меня... Давно перешёл... Самым главным моим вообще хаком, изобретением в жизни. Может кому-то пригодиться. Это... Семь лет назад было перейти на Total Look Uniqlo. Да? То есть почему это... Почему это произошло? Это произошло само по себе. Когда ты раз в две недели меняешь отель, все твои... У тебя есть такой период полураспада твоего гардероба. Потому что в каждом отеле ты проёбываешь какую-то обычную часть. И если эта часть — это какие-то такие уникальные, любимые штаны, то вероятность того, что их найдут к твоему следующему отелю, чтобы ты там не ходил в тросах, примерно рано нулю. И путешествие, примерно как-то поднимая ситуацию, это превратилось в процесс, который мне просто ассистент она в следующий отель заказывала стандартные юникло-штаны, юникло-майку. Там уже перешел на юникло-трусы, юникло-куртку. И, к счастью, я узнал, что даже рюкзак у меня может быть юникло, а не нуджи. Ладно. Значит, это прямо супер самый главный хак. И спонсор нашего опера. Я очень страдаю, когда живу в странах, в которых нету уникло. Расплакался, когда вспомнил эту историю. Друзья, кто-нибудь сделаете бизнес, когда тебе просто в любую точку мира по кнопке, или такой, кнопка такая, добавить штаны. И она уже знает просто, какие штаны юникло-трусы, она просто присылает по геолокации. А, еще другой хак. Вот этот хак уже из последних. Реально помогает. У меня все это время оставалась квартира в Москве, где хранилось куча в их вещей. Оно как-то так на бэкграунде немножко тяготило. Такие вот, где-то есть какие-то родные вещи. И супер хак. Случайно получилось. Я, ну, попросил ассистента, ну, как-то там, часть вещей ненужных отправить к родителям в Беларусь. Они обычно все мои вещи просто отдают на благотворительность родственникам, ближнему кругу. Говорю, там, часть что-то оставь, часть, там, что-то еще. И она, как будто, ну, видимо, прочитала только первое сообщение. И в итоге она поняла, что все вещи надо отдать на благотворительность. Я это понял и сразу, то есть, мне не было, как бы, момента это отменить. Я что-то там не читал сообщения от мамы, где-то там через две недели. Там такие были сообщения, сначала там, блин, Дим, что-то тут уже двадцатая коробка приходит. Что происходит? Ну, типа, с твоими, там, штанами. Потом сообщение, блин, нахрена ты столько одежды покупаешь? А что мне делать с этими непонятными резиновыми ботинками? А это и прислали мои серферские шорты. Потом, а что-то, что это за такие гири? Нахрена мне эти гири? В общем, потом она сказала, слушай, я там, пришел там, значит, брат, сват, зять, твои тройные сестры, взял двадцать кроссовок, сказал я по мере, то, что не подойдет, верну. Потом, через неделю он сказал, что все подошло. И, в общем, это тоже супер-хак, просто, если вы переезжаете, лучше даже не разбираться, да, с этими всеми вещами. Просто скажите, отдавайте эту супер-благотворительность, начинаю с нуля. Это был, наверное, самый главный мой этот... Outcome. Спасибо, спасибо. Да, аплодисменты Диме за его лайфхаки. Ребята, ну что, у нас давайте вопросы спикерам, можно каждому по одному, и мы перейдем к вечеринке? Нет. Так, попросите, я иду, я иду. Есть один человек, вопрос. Сказали, что открыли в турции компании. Насколько ясно, чтобы открыть в турции компании, на каждом иностранстве надо занять пять тунков. Правда, нет? Я могу сказать то, что я знаю, потому что я больше по маркетингу занимаюсь, но операционно там действительно один турок, на самом деле. Ну вот, просто наш хороший друг, вот так. Вот, поэтому мы один. Вопрос к Григорию. Пару слов о Дизе Оксимирона. Вы классный Диз, молодец, Оксимирон. Несколько лет, мне кажется, он не выпускал ничего заслуживающего, прям высокой оценки, хотя, безусловно, у него есть талант, скил, умение обращаться со слогом. Но что-то он был в каком-то творческом кризисе. А Алишер Монгерштерн добился того, чтобы высвободить этого, как помните, Балрок из «Властей на колец», вот такой злой, красный, выбежал. Ну, посмотрим. Мне кажется, что и батл, конечно, понятно, что очевидно в пользу Оксимирона все карты разложены, но это может быть полезным таким новым витком развития русской культуры. Потому что вот вспомните, когда было какое-то событие в культурной жизни страны, которые вот все, за которым следили, именно культурно. И я вот, мне кажется, вспоминаю батл «Славы с Оксимироном» уже много лет с того времени прошло. В 2018 году. Пора что-то новое. Короче, надеемся на то, что будут классные карты. Спасибо за вопрос. Рекомендую посмотреть трехчасовой стрим «Славы КПСС». Про Аджис. Оксимирон. Любимый контент. Да. Мы постоянно, я даже пересматриваю некоторые стримы. У меня один вопрос ко всем. Что должно произойти в вашей родине, чтобы вы на нее вернулись? И это определенно, чтобы режим изменился. Наверное, все покоенное. Меня обратно не надо, да, Василий? Мы очень много обсуждали эти вопросы со многими гостями подкаста. «Израильский сезон» будет выходить скоро, посмотрите, с Макареевичем, условно говоря, с всякими такого рода чуваками. И лично моя позиция, что я и вернусь, когда не просто сменится режим, а когда я увижу, что он сменился на какой-то работающий по принципиально иным правилам, когда это будет. Действительно, я не какой-то утопист, что сразу все будет прекрасно, но как минимум, что уйдет полицейское государство, закончится война, будут какие-то радикальные перестановки аппарата во всех сферах основных и так далее. И не сразу, чтобы сменится власть, я приеду, я посмотрю еще, что будет происходить. Знаете, многие обманывались и по поводу Путина, и по поводу других политиков в истории. Они думали, что будет клевый чувак, а оказалось все совершенно иначе. И я реалистично понимаю, что в ближайшие 10 лет мало вероятно, что я вернусь в Россию. И мне, конечно, очень грустно по этому поводу, но я понимаю, что тут тоже есть много разных возможностей с этим связанных, как можно сделать красиво и использовать то, как сказал сейчас Дима, например, и философия стоицизма, которую сегодня уже на «Ивдрополе» учит нас тому, что переживать по поводу того, что ты не можешь повлиять, смысла нет. Я пытаюсь как-то повлиять мне на деятельности, но, очевидно, ресурсов у меня недостаточно. Поэтому я не парюсь насчет того, на что я не могу повлиять. Я не читаю новости. Я максимально изолировался от всего этого. Я делаю то, что мне кажется праведом. Я сбью, гну свою линию и так далее. Мне кажется, я смотрю на других людей, которые делают тоже разными путями, в том числе уедов, продвигают вещи или оставшись, как мой ведущий фарсайт, который каждый день рискует тюремным заключением, но он остается, он произносит слово «война» в подкастах, когда он живет в Москве и ставит там спектакли. И очень много классных людей, которые делают что-то крутое, что мне дает все-таки надежду на то, что, может быть, и не так много лет понадобится нам, чтобы вернуться. Но, как рационалист, я понимаю, что нужно учитывать worst case scenario, от него опалкиваться в худший сценарий. Еще будем долго куковать где-то по миру, русские, новая разделенная нация. Но мы все равно, друзья, я уверен, разъебем. Ура! Есть вопрос «Когда?». Кажется, что это будет не скоро. Но тогда, когда я почувствую, что там будет безопасно морально, физически и национально. Потому что это сейчас очень сильно грожит. И как мы будем кремиться, поэтому аплодисменты. Спасибо. Еще вопросы, ребят? Какой я еще ответить? А, да. По плату. У меня ответный вопрос, что я уже дома, я уже как бы вернулся и не уезжал никуда. И у меня эта штука, вот где-то как бы... Прошло лет семь, когда я уехал из Беларуси. И когда ты пожил в разных... Я сначала пожил там в Калифорнии, в Европе. То есть потом подумал, надо где-то ортогонально вообще пожить на какой-то другой планете. Пожил в Китае. И даже в момент, когда уже была вот эта Белорусская революция, ну, ко мне... Вначале меня затянуло в такой вайп, типа надо как-то помогать какой-то там белорусской комьюнити, чего-то там предпринимателям. А потом я что-то, ну, почувствовал у себя внутри, такой, ну, блин, у меня есть куча классных друзей, там, бразильцев-предпринимателей, американцев, там, русских, украинцев. И мне просто хочется, ну, быть, делать что-то с кем-то, кто мне близок, ну, по духу. Мне не хочется специально выбирать людей по национальному признаку. То есть я прямо почувствовал очень четкое у себя, как бы, ну, переключение. И сейчас, ну, в какой-то момент меня прямо в одну сторону закинуло. Я пытался, чтобы вокруг меня были наговорящие только люди. Потом я понял, что нет, все-таки есть что-то в языке, ну, именно в языке, не в национальности. И я выбрал там, ну, вот, следующие свои проекты фокусировать все равно на, ну, назовем это, русскоговорящая глобальная комьюнити. И вот эта русскоговорящая глобальная комьюнити ничего не имеет общего с Россией, да, ну, то есть очень отдаленно. Это куча белорусов, украинцев, разных других людей, которые живут по всему миру. И, ну, мне нравится с ними пересекаться. То есть мы с Олей путешествовали там на Кипре, Амстердам, Лиссабон, в Анталии. И везде, ну, даже там, и специально там собираются ко мне сто человек просто поделать вместе практику. И это все очень прикольные люди. Я еще до войны, у меня еще были идеи там, ну, у меня же эмоциональная гранулярность, это про глубокое общение. Я только думал, мне там писали люди из Америки, надо делать на английском. А когда это все произошло, я почувствовал, да нахрена мне это делать на английском. Я понимаю, что я часть вот этого теперь мета-государства, которое намного более прикольное, чем там отдельное любое государство, которое по гео-признаку сфокусировано. Я хочу для них что-то делать. И этот дом, он находится везде для меня, да, то есть везде, где живет рядом комьюнити, с которыми могу глубоко соединяться на языке, в котором у меня есть очень много метафор, много есть контекстов, я могу на нем проявляться. Поэтому, ну, мой ответ на вопрос, что я уже дома, ну, дома вот там, в этом зале, там, вчера на практике, и это очень прикольно. Ну, то есть я вижу в этом очень много красоты, и это впервые в мире происходит, потому что вы не задумывались, возможно, не все. До этого, наверное, на первом месте по глобально живущему комьюнити, не живущему себя дома были индусы, мексиканцы, и там русскоговорящие. Сейчас русскоговорящие, да, то есть сейчас русскоговорящие, это на первом месте в мире глобально живущие люди, не живущие у себя, в месте, где они родились. Но есть интересная особенность, что отличает русскоговорящие комьюнити от мексиканскговорящих или там индусов, то что это в основном люди, которые уезжали в разные этапы жизни, как это, high-skilled workers по политическим, по там, причинам несогласия и так далее. То есть это очень много разных интересных людей, поэтому я не понимаю, зачем мне возвращаться конкретно в какую-то геолокацию, когда самые интересные люди сейчас живут по всему миру, и мне хочется с ними просто быть. Спасибо большое. Ребята, еще вопросы есть? Давайте один какой-нибудь вопрос. Если нет вопроса, то я благодарю всех спикеров, всех, кто пришел, вы сделали это мероприятие вместе с нами. Атмосфера была супер, и вы все супер. Оставайтесь, сейчас мы поиграем музыку и больше не будем разговаривать. Спасибо. Спасибо. Можно просто пообниматься и поблагодарить каждого за все, что здесь было друг друга. Обняться с самим собой, с любым человеком рядом. Но эфир. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...